Бернгард Гржимек. Дикое животное и человек. Москва. Мысль. 1982 год. Предисловие автора. Два последних десятилетия я занимался в основном животным миром Африки. Я старался по мере возможности бывать там несколько раз в год, проводил различные опыты с животными, возглавлял исследовательские экспедиции и прилагал все возможные усилия к созданию охраняемых земель, национальных парков. Для того, чтобы убедить в важности такого рода мероприятий соответствующих государственных мужей, не имеющих пока средств, но стремящихся к прогрессу африканских стран, «Я собирал у нас в Европе необходимые денежные средства для организации таких парков и всячески старался агитировать туристов как можно больше посещать национальные парки Африки с тем, чтобы ввозить в молодые африканские государства столь необходимую для них валюту». Многие политики и экономисты обычно относятся к вопросам об охране животных с легкой иронией, даже тогда, когда они воспринимают их благосклонно. Можно, конечно, вставить пару подходящих фраз об этом в свою предвыборную речь, памятая, что у любителей природы ведь тоже есть право голоса. Однако, когда дело касается добычи древесины, обработки почвы, гидростроительства, новой индустрии, пастбищного животноводства, то дикой фауне, разумеется, приходится отступать, неважно, будь то жирафы, носороги или медведи, рыси или бобры. А то, что они представляют не меньшую культурную ценность для всего человечества, чем старинные церкви, греческие скульптуры или египетские храмы, это только сейчас начинают понимать, и то очень медленно. И, наверное, слишком медленно, потому что орангутаны, синие киты или блювалы, орлы, обезьяны еды, те, видите ли, не из камня, они, понимаете ли, живые, и они умирают, вернее, вымирают, уйдут бесследно, и никаким археологам уже не удастся спустя несколько столетий выкопать их снова лопатой из-под земли. А вот когда все увеличивающийся поток иностранных туристов с их твердой валютой хлынет в страну, чтобы полюбоваться на слонов и крокодилов, тогда все эти никчемные стада антилоп вдруг превращаются в экономический фактор, способный стать даже более важным, чем закладка новых кофейных плантаций. Тогда принимаются в спешном порядке строить для посетителей побольше ресторанов, туристических лагерей и хороших дорог. Вот поэтому-то я и пропагандирую всяческий туризм в Африке, за что меня уже не раз попрекнули некоторые любители природы, и я их понимаю. Ведь тот, кто хочет любоваться нетронутой природой, кто стремится наблюдать за жизнью семей бегемотов на центральноафриканских озерах, тому обычно хочется остаться с ними наедине. Ему неприятно видеть их на фоне тарахтящих моторных лодок, набитых туристическими группами, щелкающими своими фотоаппаратами. Поверьте, я это ощущаю точно так же. К счастью, в каждом национальном парке остается достаточно недоступных мест, посещаемых только посвященными. Но я все же оказался прав. Сейчас в молодых африканских государствах, а также в заокеанских странах входят в моду национальные парки. Нас, борцов за охрану природы, различные правительства приглашают для консультации при устройстве подобных заповедных территорий. Чтобы тронуть сердца людей в Европе и Америке, заставить их проникнуться сочувствием к трагической судьбе последних представителей прекрасной дикой фауны Африки, я снимал цветные фильмы, писал книги, постоянно выступал по телевидению. За это меня тоже уже не раз попрекнули наши европейские натуралисты. Почему я забочусь только о кафорских буйволах и гориллах, а не о животном мире собственной родины? Разумеется, в чем-то они правы. Но силы одной отдельной личности, увы, ограничены. Если стремишься чего-то достичь, нельзя думать, что достигнешь всего сразу. И если кто-то влюблен в диких животных Танзании, то это ведь не мешает другим деятелям в области охраны природы заняться фауной и флорой собственной страны, бороться против дальнейшего осушения болот, спрямления рек, уничтожения природных ландшафтов. А ведь все это продолжают делать, можно сказать, по инерции, потому что ежегодно в государственных бюджетах отводятся средства по этой статье, несмотря на то, что давно уже выяснилось, что от этого страдает наше водное хозяйство, которое сейчас важнее, чем хлеб насущный, истощаются запасы питьевой воды. И все это ради получения нескольких гектаров малоплодородной пахотной земли, которая за короткое время становится непригодной для земледелия. Несмотря на то, что мы, европейцы, за время колониализма успели бездумно и бесцельно изничтожить девять десятых всего поголовья диких животных, тем не менее в Африке еще удается спасти для будущих поколений хоть небольшие нетронутые территории, где сохранится равновесие в природе, где будут жить и мирные, и хищные животные, где растительный мир и реки останутся такими, какими их создала матушка природа. Но в нашем собственном доме нам, по-видимому, этого сделать уже не удастся. Разумеется, и в ФРГ, и в Швейцарии, или Франции через сто лет меж скопящихся накосилок, молотилок и разрастающихся наподобие раковых опухолей больших городов будут еще изредка попадаться отдельные дикие животные. Но только разве что олени, косули, зайцы, фазаны. Своего рода домашние животные, только без хлевов. Дикие животные, приспособившиеся жить среди посадок злаковых культур, свекловичных плантаций и научившиеся достаточно быстро пересекать наши шоссейные дороги. Обо всем этом я рассказал в книге, которая у вас в руках. Как выглядела прекрасная, свободная и дикая Европа или Северная Америка в далекие времена, когда леса еще росли как хотели, когда волки, рыси, пумы, а не ружье человека регулировали численность поголовья. Оленей этого сегодня уже ни одному европейцу не увидит даже в самых удаленных уголках. Я увидел, что в национальных парках Канады полностью уничтожили волков. Что в Иелустонском парке Соединенных Штатов теперь вынуждены отстреливать излишек оленей вопить. Правда, увидел я также, что в Советском Союзе созданы прекрасные огромные заповедники, где с таким большим успехом восстанавливают и расселяют различные ценные виды животных, когда-то истребленных человеком. Но, к сожалению, и там природу нельзя считать нетронутой. Но поскольку воздействие любой книги зависит от жизненной установки ее читателей, то мне хочется лишь пожелать, чтобы эта книга не только развлекла моих читателей. Я очень надеюсь, что ее прочтут и такие люди, которых она заставит задуматься и постараться хоть чем-то помочь диким животным нашей части земного шара. Бернгард Гржимик Предисловие к русскому изданию Я полюбил Россию и русский народ. Почти двадцать лет прошло с тех пор, как я в первый раз посетил Советский Союз, и теперь через короткие интервалы все вновь и вновь приезжаю в эту интересную страну. Я изъездил ее уже вдоль и поперек, от Ленинграда до Иркутска и от Ростова до Алматы и Ташкента. Как много друзей приобрел я в Советском Союзе, и с каким гостеприимством там меня всегда встречают. Я получил возможность ознакомиться с лучшими произведениями известных русских писателей, благодаря тому, что все они переведены на немецкий язык, и знаю теперь значительно больше об их думах, чаяниях и смелых планах. Мне довелось познакомиться с целым рядом советских ученых, многие из которых хорошо говорят по-немецки. Мы обстоятельно и плодотворно беседовали, обменивались опытом, дискутировали. За отчуждения, имевшие место между нашими странами, ответственность лежит полностью на фашистах во главе с Адольфом Гитлером, вероломно напавшим на Советский Союз, ввергнув оба наши народа в бездну ужасной, разрушительной войны. А разрушения и опустошения, оставшиеся после войны в этой стране, были поистине колоссальны. Я счастлив, что могу приезжать в эту страну с чистой совестью и открытой душой, потому что не сделал во время войны ни единого выстрела. Я очень надеюсь, что, несмотря на сложную международную обстановку, никому не удастся столкнуть нас. Ведь при нынешнем вооружении это означало бы конец жизни на европейском континенте, а, возможно, и на всей Земле. За прошедшие десятилетия мы совместно с советскими учеными проводили много плодотворных работ в области охраны живой природы и окружающей среды. Я хорошо осведомлен, каких важных успехов в этой области удалось достигнуть в советской стране, какие серьезные и сложные биологические исследования там проводятся. В своих ежемесячных телевизионных передачах, которые я веду, я не устаю приводить в качестве блестящего примера достойного подражания во всем мире многие работы и мероприятия в области охраны природы, проводимые в Советском Союзе. Тут речь идет не только о восстановлении таких ценных и ранее истребленных животных, как сайгак, соболь, бобр, но и об облесении южно-русских степей, о защите рек от загрязнения и о многом другом. Передачи эти составляются на документальном киноматериале, снятом в Советском Союзе, и пользуются большим успехом у телезрителей. В своих книгах я неизменно привожу также все положительные результаты, достигнутые в области охраны природы в странах Африки, Америки и других странах. Мне хочется надеяться, что книги мои, издаваемые в Советском Союзе, внесут хотя бы небольшую лепту в дело лучшего взаимопонимания между нашими народами и сумеют снискать симпатию и расположение советских читателей. Бернгард Гржимек, 1982 год. Глава первая. Я решил в первый же вечер своего прибытия в Москву один без чьей-либо помощи познакомиться с этим знаменитым городом. Работники зооцентра и представители Министерства культуры, встретившие меня в аэропорту и проводившие суда до гостиничного номера, раскланились и ушли, предполагая, что я буду отдыхать после дороги. Но я жаждал деятельности и не хотел терять времени зря, поэтому и решился отправиться один, как говорят, на свой страх и риск. И так я здесь, впервые в жизни переступив границу Советского Союза. Прохожие на улице, которых я расспрашивал, как пройти к Кремлю, хотя и не понимали ни по-немецки, ни по-английски, ни по-французски, а я, к сожалению, не владею ни одним из славянских языков. Но слово «Кремль» было ясно всем, и мне любезно указывали дорогу. Светофоры, по указке которых можно кое-как пролавировать межбесконечных потоков машин, здесь, как и повсюду в мире, нервно мигают своими красными и зелеными огнями. Только москвичи, точно так же, как и жители нашего Франкфурта, обращают на них внимание лишь тогда, когда поблизости находится милиционер. Это было настоящее маленькое приключение. Вот так блуждать по незнакомому городу, притом в роли глухонемого. Правда, читать я немного научился. Пока летел в Илье из Копенгагена до Москвы, я не терял времени зря и выучил наизусть русский алфавит. Меня уже давно огорчал тот факт, что, получая письма от своих советских коллег-зоологов, я не был в состоянии даже разобрать хотя бы фамилию отправителя на конверте. Для того же, чтобы узнать, что в них пишут, мне приходилось их каждый раз передавать для перевода во Франкфуртскую городскую управу. А там только один человек свободно владел русским языком. И так, овладев алфавитом, я мог теперь по буквам разобрать любую вывеску над магазином. Магазины в Москве большей частью открыты допоздна, что удобно, потому что успеваешь закупить продукты даже после окончания рабочего дня. Многие из названий показались мне удивительно знакомыми. Так, разобрав по слогам одну из свирящихся неоновых реклам, я прочел слово «парикмахерская» и сразу же догадался, что там такое, потому что по-немецки «парикмахер» означает «изготовитель париков». Над московскими продовольственными магазинами часто можно увидеть вывеску «гастроном», что тоже абсолютно понятно. «Шлагбаум» по-русски тоже «шлагбаум». «Капельмейстер» произносится как «капельмейстер», и еще много знакомых для себя слов я нашел в русском языке. Например, почтамт, рюкзак, курорт. На вокзалах объявляют маршруты поездов, а бюстгальтеры называются так же, как и у нас. В ГУМе, многоэтажном, самом большом магазине Москвы, я без всякого труда объяснил на пальцах, что мне нужны две иголки. Забыл взять из дома. И мне их не только тут же раздобыли, а просто подарили. Ни за что не хотели взять денег. А поскольку выяснилось, что я позабыл дома и бритву, то сразу же приобрел себе и безопасную бритву. Шесть марок. Русские лезвия оказались тончайшими и на редкость хорошими. Помазок же, на котором было написано «Mate in Germany», оказался чересчур жестким. Люди на улице одеты очень хорошо, так что никто на иностранцев не оглядывается. Молодая москвичка, с которой я заговорил, на мое счастье вполне прилично владела немецким языком, хотя ни разу в жизни, по ее словам, никуда не выезжала, кроме Вены. И то ненадолго. Она согласилась помочь мне в моем трудном положении. Показать, где находятся книжные магазины по продаже иностранной литературы. В книжном магазине продавались и газеты на различных европейских языках. Книги были в основном на немецком, чешском и польском. Тем не менее, я нашел все-таки то, что искал «Атлас» Советского Союза со множеством специальных карт. Та же любезная молодая дама объяснила мне, как добраться на метро до моей гостиницы, и я отправился домой. В московском метрополитене билетов не берут. Достаточно опустить монету в прорезь на турникете, и можно проходить. К тому же, кто захочет сэкономить деньги за проезд, какой-то коварный аппарат, выбросив на уровне бедер специальное заграждение, не дает пройти. Иногда заградительный барьер запаздывает на какие-то доли секунды и ударяет прямо по ногам, что весьма болезненно, и оставляет на память здоровенный синяк. Спустившись в метро, я, как и следовало ожидать, поехал не в ту сторону. Когда я поднялся наверх, было уже совсем темно. На каких-то абсолютно незнакомых мне улицах прохожие только пожимали плечами, когда я обращался к ним по поводу «Отель Ленинград». Нет, они не знают, что это такое. Ко всему еще начал моросить дождик, и точно так же, как это бывает в таких случаях во всех городах мира, внезапно не оказалось ни одного свободного такси. А кроме того, меня разбирало тщеславное желание найти дорогу назад самостоятельно, притом пешком. И представьте себе, мне это удалось. Правда, к десяти часам вечера или ночи, если хотите, и промокшем до нитки. Зато мне удалось уяснить, что, вопреки разным разговорам на Западе, иностранец может совершенно свободно передвигаться по Москве. В понедельник утром пришла переводчица, молодая женщина, но уже преподавательница немецкого языка в институте. Зовут ее Светлана. Она миловидна, энергична, ужасно озабочена тем, чтобы со мной ничего не стряслось. Я не должен есть немытых фруктов, не должен таскать тяжести, обязан тепло одеваться, чтобы не простыть. Эта дама сопровождала меня только во время первого приезда в Советский Союз, во всех моих последующих путешествиях по стране. Моим неизменным переводчиком и гидом была писательница Евгения Геевская. Она же переводит на русский язык все мои книги, издаваемые в Москве, а их было уже семь. И то, что на русском языке они звучат не хуже, чем на немецком, объясняется нашим удачным содружеством. Мои книги вверены в надежные руки. Мне хочется выразить здесь свою сердечную благодарность ей и профессору Банникову, а также издательству «Мысль» за то неизменное внимание, которое уделяют в Москве изданию моих книг. Я загружаю чемодан с кинокамерой и сумку с фотоаппаратами в такси. Мы едем на Красную площадь и останавливаемся где-то возле самой Кремлевской стены. Перед входом в мавзолей Ленина стоит постоянная, бесконечно длинная, но быстро продвигающаяся очередь из тысячи тысяч людей. Но сама площадь сейчас совершенно пустынна. Сегодня предстоит встреча космонавтов. Я справляюсь у одного из милиционеров. Не пропустит ли он нас на съемки? На площадь. Нас пропускают. И вот мы уже со своими чемоданчиками пересекаем в гордом одиночестве эту огромную пустую площадь. На другом ее конце стоит машина, которую используют обычно при ремонте проводов уличные электросети. В кузове у таких машин установлено приспособление, с помощью которого выдвигается вверх нечто вроде башни с площадкой для электрика наверху. Рабочие разрешают воспользоваться для съемок их машиной. Более того, меня вывозят на самую середину Красной площади и башня вместе со мной начинает медленно подниматься ввысь. Не могу передать, какое это сильное чувство. На фоне огромных красных транспарантов, украшающих фасады домов и мощных алых знамен с гербами всех союзных республик, я на своем башенном кране с кинокамерой в руках тоже кажусь себе необыкновенно значительным. И вот если бы я мог себя самого заснять в этот момент, это произвело бы на моих телезрителей там, в Западной Европе, большое впечатление. Я с высоты своей индивидуальной башни могу снимать Красную площадь и многие тысячи советских людей вокруг нее. И все-таки я приехал сюда не ради того, чтобы снимать новостройки, советские небоскребы, роскошный метрополитен или кварталы жилых домов, выросшие на окраинах города. Это сделают и без меня. Я приехал снимать животных. Именно они меня интересуют. Голубей повсюду много, как, впрочем, почти во всех больших городах, где, истосковавшиеся по всему живому горожане, их балуют и кормят. Это и понятно. Голуби – символ мира. А миры здесь хотят все от мала до велика. Здесь честно ненавидят войну. Ведь еще никто не забыл, как фашистские войска вероломно напали на Советский Союз, что западная часть России была разрушена и опустошена, почти у каждого погибли во время войны родные и близкие, поэтому никто здесь не хочет войны, никто. Московский зоопарк был основан в 1864 году одним университетским профессором-зоологом и с тех пор не подвергался никаким разрушениям во время бушевавших над страной событий. Так что выглядит он сейчас довольно старомодно. Тем не менее, он весьма популярен. В нем всегда много посетителей, более трех миллионов в год. И животных в нем можно увидеть самых редких, таких как южносибирские красные волки, корсаки, снежные барсы или ибисы, сибирские горные козлы или теки, изюбры, моржи, куланы, китайские аллигаторы и даже такую редкость, как бамбуковый медведь из Китая, напоминающий своей черно-белой окраской орликина. Во всем мире в неволе содержится всего лишь четыре экземпляра этих неправдоподобных животных. Два в пекинском зоопарке, один в Лондоне и вот этот в Москве. В московском зоопарке ведется научно-просветительная работа, оборудован специальной лекторией, организован показ фильмов для многочисленных школьных экскурсий, есть справочный центр для посетителей. В зоопарке работает много ученых. Мне объяснили, что в скором времени начнется постройка нового, значительно большего по площади зоопарка, вынесенного за пределы центра Москвы. У меня предстоит встреча с зоологами Московского университета. Здание университета расположено на берегу Москвы-реки и с его высоты просматривается вся панорама города. Это необозримое море домов, из которого там и сям возвышаются небоскребы, словно маяки или скалистый риф. Сам университет тоже небоскреб, построенный в 1953 году и состоящий из 37 зданий высотой от 1 до 17 этажей. Средняя часть здания имеет даже 31 этаж и поднимается ввысь на 240 метров, вонзив в небо гигантскую иглу. Сотни гектаров зеленых насаждений окаймляют это величественное здание. Здесь насчитывается 15 тысяч деревьев и 1 миллион кустов. В главном здании 22 тысячи помещений, а жилые корпуса по обеим его сторонам имеют 5754 комнаты для студентов и 184 квартиры для преподавателей. Мне гордо сообщили, что в 1963 году в Советском Союзе 332 тысячи студентов сдали государственные экзамены, в то время как в 1914 году их было только 12 200. Есть здесь аудитория, рассчитанная на 1500 мест. Библиотека содержит 1 миллион книг. В ней 33 читальных зала. В университете 20 тысяч студентов, 210 кафедр. Меня встречают мои коллеги-профессора-зоологи Гептнер, свободноговорящий по-немецки, Банников с роскошной седой бородой и Дементьев, один из крупнейших орнитологов Советского Союза, говорящий по-французски как парижанин. Все мы вместе держим военный совет как наилучшим образом использовать эти два месяца, отведенные мне на пребывание в стране. Ведь этого, прямо скажем, мало для ознакомления с таким огромным государством. Результатом совместно разработанного плана явилось то, что на следующее же утром мы вместе с профессорами Банниковым и Дементьевым поехали на машине в Приокско террасный заповедник, находящийся в 80 километрах от Москвы. Это самый маленький по площади заповедник в пределах РСФСР. Но зато там живут самые лучшие советские зубры. Когда мы сегодня с важным видом внушаем государственным деятелям молодых африканских стран, что они должны постараться сохранить своих последних крупных животных, то они совершенно вправе на нас злиться. Ведь никто иной, как мы, белые, уничтожили пять шестых всей африканской фауны. И сделали мы это после того, как у себя дома начисто истребили самое могучее европейское дикое животное первобытного быка. Он навеки исчез с лица земли. Еще немного, и зубра постигла бы та же участь. В прошлом столетии на всей земле оставалось одно единственное место, где эти могучие лесные богатыри еще жили на свободе. Местом этим был Беловежский девственный лес юго-восточнее Белостока. В нем обитало 500 зубров. Однако, во время Первой мировой войны этих гигантов перебили. Последний дикий зубр на земле был убит браконьером в 1921 году. Чудом уцелели лишь два быка и старая 19-летняя корова. Притом, старшему из быков браконьеры уже успели отстрелить хвост. Однако, несмотря на свой солидный возраст, зубрица в последующие за этим годы произвела на свет еще двух бычков и одну телочку. Таким образом, вид удалось сохранить. Счастью польское правительство признало охрану и восстановление зубра делом государственной важности. Через гамбургскую фирму Карл Гагенбек были закуплены еще несколько экземпляров зубра из различных зоопарков Европы. Одновременно мой предшественник, тогдашний директор франкфуртского зоопарка доктор Курт Примель основал общество охраны и восстановления зубра. Оно приняло на себя заботу о том, чтобы быки и телки зубра, содержавшиеся в различных европейских зоопарках, время от времени могли спариваться с тем, чтобы поголовье этих животных неуклонно росло. Благодаря его стараниям к 1938 году поголовье зубров на земле снова достигло 100 голов. Но тут разразилась Вторая мировая война. К концу войны поголовье зубров насчитывало 70 экземпляров. За прошедшее с тех пор время в деле разведения зубров достигнуты большие успехи. Немалую лепту внесла в это дело и Польская Народная Республика. Теперь после двух мировых войн зубров снова разводят в самых разных уголках земного шара. Небольшими группами они живут сейчас во всех европейских зоопарках, включая Скандинавию, в Америке и даже в Китае. Будем надеяться, что теперь они уж навечно останутся жить рядом с нами на нашей планете. В Советском Союзе обитает сейчас 160 чистокровных зубров и более 500 гибридов между зубром и американским бизоном зубробизонов. К 1981 году во всем мире жило около 2000 чистокровных зубров, но только в СССР и Польше есть вновь созданные популяции зубров. В СССР зубры живут на воле в 19 пунктах, где обитает около 600 чистокровных животных. Центральный зубровый питомник находится в Приокско-террасном заповеднике. На Кавказе живет более тысячи гибридных зубров. Работники заповедника радушно угощают нас обедом. Крутые яйца, жаркое ветчина, знаменитый русский борщ. Потом нам всю ночь досаждают комары, а наутро под проливным дождем забираемся далеко в лес, чтобы полюбоваться на советских чистокровных родовитых зубров. Их здесь 43 штуки. У работников Приокского заповедника свои заботы, как и у всех на свете. Заповедник занимает всего 5000 гектаров и с одной стороны граничит непосредственно с крупным индустриальным центром Серпуховым. Как и повсеместно в Советском Союзе, здесь сильно размножились лоси. Они зимой сотнями проникают в заповедные леса и повреждают молодые деревья. Охотиться на них в заповеднике не разрешается, а волки, заботившиеся прежде о биологическом равновесии в природе, давно истреблены. Вначале мне показалось, что в Москве что-то очень мало собак. Неужели их здесь не любят? Должен сказать, что московские вокзалы и улицы содержатся в идеальной чистоте. А то обстоятельство, что нигде кругом не видать привычных собачьих кучек, я никак не мог отнести к нелюбви русских к животным. В это я не верил. Ведь вот в деревнях я же видел достаточно много собак, а на выставке достижений народного хозяйства, которую я посетил по настоянию своей переводчицы, имеется даже специальный павильон собаководства, увенчанный горделивой башней. Там проходят постоянные выставки породистых собак. Сначала мы сидели на садовой скамейке и поглощали мороженое из вафельных стаканчиков, более вкусного мороженого, чем то, которое продают в Москве на каждом углу, я нигде в мире не ел. Мадемуазель Светлана была безмерно горда этой постоянной выставкой, с ее тремястами, пятьюдесятью постройками, семьюдесятью, девятью обширными павильонами, огромными статуями, фонтанами, окаймленными позолоченными фигурами, мраморными замками, построенными для каждой Советской Республики отдельно, с открытыми площадками для концертов, маленькими вагончиками, разъезжающими по кругу для обозрения территории и нескончаемым потоком восхищенных и веселых посетителей. Все это я, по ее мнению, должен был непременно заснять на пленку. И тут я обнаруживаю в путеводителе по ВДНХ, что и здесь, оказывается, есть возможность увидеть животных. Есть огромные крытые помещения, где содержат сотни овец самых различных пород. Есть большая арена, на которой можно полюбоваться знаменитыми русскими тройками и верховыми лошадьми. Есть образцовая звероферма для пушных зверей. Но самое грандиозное и удивительное это величавый дворец, построенный наряду с другими и для кроликов. Нигде в мире мне не приходилось видеть, чтобы обыкновенным кроликам оказывались такие почести. Это был настоящий греческий храм, на фресках и брельефах которого были изображены не богини или боги, а кролики и только кролики. Вершины колонн горделиво венчали не фигуры олимпийцев, а статуи длинноухих. А позади этого храма находилась содержащаяся в образцовом порядке кроличья ферма. В клетках резвились кролики всевозможных пород. Многие из них, несмотря на их русские названия, хорошо знакомы мне еще со времен моего далекого детства. Здесь и длинношерстные ангорские кролики, и голубые венские, немецкие, русские кролики. В этой части парка, где содержатся только животные, значительно тише и безлюднее. Здесь можно встретить прозрачные пруды с водоплавающей птицей редких пород. Есть загоны, где можно полюбоваться на лосей. Здесь можно познакомиться с устройством свинофермы скотного двора или выгона для крупного рогатого скота. А есть и просто тихие полянки, где можно отдохнуть всей семьей и съесть бутерброды. Я обнаружил совершенно случайно, что в Москве имеется один рынок, где продаются голуби, которых не едят, рыбы, которых не жарят, птицы, на которых только любуются, и четвероногие, которые покупают столько потому, что их любят. я взял такси и отправился на рынок, расположенный на окраине Москвы, далеко от роскошных проспектов центра. Мы въехали на рынок через простые кирпичные ворота, напоминающие скорее фабричные, и внесли свои чемоданы с киноаппаратурой, поставив их прямо среди торговых рядов, где теснилась густая толпа людей. Их там было не меньше семи-восьми тысяч. В одном конце рынка продавались только голуби. Здесь были почтовые голуби, и багдаты, пеги, куриные, индийские, и павлини голуби. Каждый второй человек здесь либо держит в руках голубя, либо взглядом знатока оценивающе рассматривает курлычащих, порхающих междеревянных переборок, больших ящиков голубей. Потом следуют бесконечные ряды столов с установленными на них ведрами и банками, в которых вьются и мечутся мириады дафней. Продают их ложками или чашками, спрос на них большой, ведь это необходимый корм для вечно голодных аквариумных рыбок. На других столах разложен корм для птиц, стоят различные формы и размеры клетки, а также бачки с аквариумными растениями. С каким серьезным видом десяток взрослых людей может рассматривать крошечного пестрого карпозубого циприна, плавающего в банке из-под варенья, которую 18-летний паренек гордо поднял кверху, чтобы рыбка лучше смотрелась при солнечном освещении. Пробираясь меж клеток с зелеными попугайчиками, неразлучниками, я с трудом залезаю на один из прилавков и запускаю свою кинокамеру. Я снимаю заинтересованные лица людей, москвичей, поглаживающих кошек, любующихся вуалихвостками, простых советских граждан, подсвистывающих птицам, словом, самых обыкновенных людей. Чувствую я себя на таком рынке, как дома. В городе моего детства Нейси, на моей селесской родине, такой вот птичий базар был самым притягательным для меня местом. Потому что в свои мальчишеские годы я вечно увлекался разведением кур, голубей, уток, даже коз. Поэтому я чувствовал себя глубоко несчастным, когда меня отдали в гимназию, где часы занятий совпадали со временем, когда был открыт базар. Но я все-таки нашел выход из такой неприятной ситуации. Заключался он в том, что за десять минут до начала я просил разрешения отлучиться в туалет, а сам несся пулей на базар и возвращался только к началу следующего урока. В милой моему сердцу обстановке меж рыночных торговок, разложивших свой товар, плетеных корзин с курами, добродушных лошадок, впряженных в крестьянские повозки, дощатых ящиков с гусями, корзинок с голубями, я чувствовал себя совершенно счастливым. О, я как никто другой могу понять чувства этих москвичей на птичьем рынке. Глава вторая. Впервые в жизни вижу живого соболя. Шкурка стоимостью в десять тысяч золотых рублей. В неволе они не желали размножаться. Законсервированные зародыши. Поголовье соболей в Советском Союзе полностью восстановлено. У моей дорогой матушки была в свое время соболья накидка. Накидка была уже весьма почтенного возраста и несколько обветшала. Тем не менее, когда моя мать приносила ее к скорняку, чтобы подреставрировать или обработать на лето средством против моли, скорняк, преисполненный подлинного благоговения перед этим чудомехом, невольно понижал голос. Эти русские пушные звери к тому времени стали такой редкостью, что слыли уже почти сказочными, легендарными. Поэтому не мудрено, что я вырос в обстановке почитания этого незнакомого драгоценного русского зверька. И ни за что не поверил бы, что мне когда-либо в жизни придется увидеть его живьем. Ведь Советский Союз собладает государственной монополией на Соболе. И не мудрено, что, увидев живого Соболя, более того, стоя перед клетками, где их обитало несколько сот одновременно, я почувствовал, как учащенно забилось мое сердце. Было это на большой государственной звероферме в Пушкине, примерно в 30 километрах от Москвы. Здесь содержатся еще и 20 тысяч норок и 800 самок серебристо-черных лис. Немецкие зверофермы, содержащие этих лис, и когда-то очень процветавшие, теперь уже давно стали нерентабельными. В начале века хорошая шкурка на лондонском пушном аукционе оценивалась примерно в 10 тысяч марок. Но с тех пор, как этих лис стали разводить в неволе, шкурок появилось значительно больше и одновременно они намного подешевели. К 1940 году на мировой рынок ежегодно поступал уже миллион с четвертью шкурок серебристо-черных лис стоимостью всего каких-нибудь пару сотен марок. К тому же в наших климатических условиях эти меха вместо серебристой окраски вскоре приобретают рыжеватый налет, что у скорняков считается весьма нежелательным. И вообще мантой из меха с длинным ворсом на сегодняшний день не в моде, потому что слишком полнят наших дам. Поэтому разведение серебристо-черных лис и прекратилось как в Скандинавии, так и в Северной Америке. Только здесь в Советском Союзе решили переждать временное затишье, не испугались вынужденных издержек и ждут, когда этот мех снова войдет в моду. Ведь внутри страны он и сейчас охотно раскупается на шапке. Особенно распространено ныне разведение песцов, белых и голубых. Эти арктические лисы, которые на воле ведут себя одновременно столь доверчиво и нахально, имеют то же преимущество, что и кролики. Они быстро размножаются. Я бы сказал, что даже быстрее, чем кролики, потому что в одном помете у них бывают в среднем по 13-15, а то и 20 лисят. У серебристо-черных лис их обычно бывает вдвое меньше. Здесь на звероферме самки соболя в апреле производят на свет от 3 до 4, а бывает и до 7 соболят, которых к октябрю уже забивают. На каждую десятку самок приходится один самец-производитель. Между прочим, мне сказали, что таких больших государственных звероферм в Советском Союзе много. Все животные обитают в клетках, состоящих целиком из проволочной сетки. Пол тоже состоит из той же сетки, что очень удобно. Помет проваливается сквозь нее под клетку, откуда его удобно и быстро можно вымести. Для спанья им служат маленькие деревянные ящики. Эти лисии, норочи и соболи и клетки установлены длинными рядами прямо посреди редколесья. Как я уже упоминал, в клетках содержат помимо соболей еще 800 самок серебристо-черных лисиц, 700 песцов и 20 тысяч норок с детенышами. Норочий мех сейчас ведь стал во всем мире самым что ни на есть модным. В сезон 64-65 года урожай норок на мировом рынке составлял уже 20 миллионов шкурок, в то время как еще 30 лет назад их был только миллион, при том шкурки эти принадлежали диким, обитающим на воле норкам. Звероферма Пушкина занимает площадь в 27 гектаров, то есть примерно столько же, сколько большой зоопарк. Но вот что для меня лично плохо, это то, что все эти бесконечные ряды клеток с их плотными крышами установлены в лесу, куда почти не проникает солнечный свет, да к тому же еще пошел дождь, все небо затянуло мрачными черными грозовыми тучами, как на такой ферме прикажете снимать соболя. Тогда я решился попросить бригадира вынуть из клетки молодого относительно ручного соболя и перенести его на открытое, более освещенное место. Бригадир этот был, между прочим, женского пола, примерно 25 лет от роду, в брюках и цветастой косынке. Здесь, на Пушкинской звероферме 13 бригад, по 8 человек в каждой, причем в бригадах одни девушки. Для того, чтобы стать специалистом-звероводом, надо проучиться 5 лет. Хорошенький бригадир сжалилась надо мной. Девушка вытащила из клетки сначала одного, молодого соболька, который проявил себя, однако, весьма невоспитанно и укусил ее за ух. Второй же оказался более покладистым и милостиво согласился мне попозировать. При полностью открытой диафрагме едва хватает освещенности, чтобы получить изображение серовато-коричневого зверька. У него как раз та самая предписанная меховой торговлей желаемая окраска, носящая название «водянистая». Когда шкур к соболе имеет желтоватый оттенок, цена ей невелика. Теперь я выяснил, что меховая накидка моей матушки в свое время не представляла собой какой-либо особой ценности. Поначалу это была всего лишь подкладка от дорожной дахи ее деда, которую она спорола оттуда и отдала для переделки и реставрации из корняку. Соболи несколько сот лет тому назад не были вовсе такой уж редкостью. Они встречались от Скандинавии до Камчатки. Так Борис Годунов в 1600 году послал в Вену сразу 40 360 соболь их шкурок. Было время, когда на Камчатке охотились за соболями только ради их мяса. Шкурка же считалась бросовой хуже собачьей. Поэтому когда камчедалов заставили платить подати царю соболь ими шкурками, они смеялись. В те времена можно было за нож выменять восемь соболь их шкурок, за топор 18. Одному охотнику за зиму удавалось с легкостью отловить капканами от 70 до 80 зверьков. Таким образом, еще в 18 столетии на Урале, на Ирбитской ярмарке, на знаменитых пушных торгах появлялись ежегодно многие сотни тысяч соболь их шкурок. Однако, чем дороже делался этот мех, тем ожесточеннее становилась соболиная охота, тем больше соболей охотники стремились отловить, и тем катастрофичнее сокращалась численность этих зверьков. А это, в свою очередь, делало их шкурки все более редкими, ценными, а желание добыть их все более жгучим. Получался тот самый порочный круг, из-за которого уже немало видов животных исчезло с лица земли. К 1900 году еще случалось, что в Ирбите продавалось от 48 до 53 тысяч собольих шкурок, но уже с 1910 по 13 год их туда попадало не более 20 или 25 тысяч. И число это год от года все уменьшалось, пока положение не стало совсем угрожающим. Времена, когда какой-нибудь русский чиновник на Камчатке за пару лет становился богачом, давно прошли. Теперь уже никто из Камчедалов не соглашался выменивать продукты питания или домашнюю утварь на соболье шкурки, оплачивая таким образом стоимость этих товаров в пятидесяти кратном размере. Теперь даже в самых отдаленных восточных районах Сибири каждый знал истинную цену редкостным шкуркам. Тем временем ценный зверек был уже почти повсеместно истреблен. Самое мизерное число соболей оставалось еще на Алтае, в труднодоступных районах Кузнецкого Алатау и в далекой Якутии. Да, при такой бешеной погоне подобному крупному представителю семейства куньих нелегко было вообще унести ноги и сохранить шкурку. Соболи ближайшие родня наших куниц, но отличаются от них более высокими и крепкими ногами с заметно более широкой лапой. На горле у них ярко-оранжевое пятно, а мех их гораздо шелковистие и блестит лучше куньего. Широкая лапа необходима соболю в первую очередь потому, что большую часть года он проводит в снегах. Эти лапы по сравнению с грациозными маленькими лапками других куньих напоминают скорее медвежьи. Соболь хищник. Он азартно охотится на белок и других грызунов, на птиц, не брезгует и рыбой. Отваживается нападать этот маленький разбойник даже на такую крупную добычу, как гуси. Случается, что те поднимаются в воздух вместе с вцепившимся в них убийцей, однако вскоре выбиваются из сил и по мере того, как жизнь в них угасает, постепенно опускаются на землю. Известны случаи нападения соболей даже на кабаргу, а ведь она лишь вдвое меньше косули. Но несмотря на то, что они такие кровожадные разбойники, соболи довольно легко приручаются, точно так же, как и наши куницы, если их с самого рождения содержать в домашних условиях. Рассказывают, что во дворце тобольского архиепископа в прошлом столетии жил такой ручной соболь, настолько безобидный и приветливый к людям, что его даже выпускали бегать по улицам словно собачонку. После еды он всегда требовал, чтобы ему дали попить, а затем заваливался спать. Но кошек не любил. Стоило ему увидеть какую-нибудь из них, как он поднимался на задние лапы и весь ощеривался. Того и гляди набросится. В стародавние времена, охотясь на соболя, в него стреляли дробью, натравливали на него собак, и все это портило драгоценную шкурку. Но чем дороже становился мех, тем осторожнее охотники старались с ним обходиться. Теперь соболя уже не продырявливали дробью, а загоняли с помощью собак на дерево, а затем стряхивали оттуда в снег, либо же прямо спиливали дерево. Другие охотники, промышляющие в суровых условиях севера и старающиеся нажить себе там состояние, применяли разные хитрые способы отлова этих зверьков. На сегодняшний день промысел соболя ведется иначе. Устанавливают домики-ловушки, капканы с приманкой из птичьего мяса. При таком способе наилучшим образом обеспечивается сохранность пойманного соболя. Другим хищникам бывает трудно добраться до него раньше, чем промысловики успеют снять с него драгоценную шубку. Но что толку с того, что цены на соболь и шкурки в орбите, и тем более в Лейпциге, год от года достигали все более рекордных цифр. Безвозвратно исчезал сам объект добычи этих баснословно дорогих шкурок. Неминуемо надвигался день, когда соболи окажутся полностью истребленными. Поэтому в 1913 году царское правительство, спохватившись, основало сразу три заповедника в Восточной Сибири, в которых был объявлен запрет на соболиную охоту. Но, к сожалению, мера была запоздалой и оказалась абсолютно безуспешной, тем более, что вскоре разразилась Первая мировая война. После революции в России численность соболя начала понемногу расти. Время от времени они снова стали появляться в тех местах, где уже десятки лет как исчезли. Скорее всего, это объяснялось тем, что во время гражданской войны было не до соболя. И никто ему не досаждал. Но зверьков было все равно так мало, что можно было не сомневаться в том, что вскоре их численность вновь пойдет на уболь, если не обеспечить их действенную охрану и восстановление. Советское правительство горячо взялось за это дело. Сначала была осуществлена реаклиматизация соболя в тех местах, где он прежде тысячелетиями безбедно обитал, и это касалось не одного только соболя, но и других истребленных хищническим промыслом животных, таких как лоси, моралы, бобры, сайгаки, зубры. Когда намереваешься вновь заселить местность каким-то видом животных, некогда там обитавшим, но исчезнувшим, то необходимо выпустить поначалу хотя бы несколько пар производителей. Но где взять такие пары живых соболей? Отловить последние десятки зверьков, живущих на воле, и отвезти за тысячи километров от мест поимки, чтобы там вновь выпустить, казалось мало обнадеживающим занятием, еще довезешь ли живыми? И даже если бы это удалось, то их все равно на первых парах пришлось бы содержать в неволе, как содержат серебристо-черстные нахлис, норок или нутрий. А опыта в этом деле еще никакого не было. Шли двадцатые годы. Над вопросом разведения соболей в неволе трудился тогда в Советском Союзе профессор Монтейфель, возглавлявший Московский Пушно-Меховой институт. Ему удалось выяснить причину всех предыдущих неудач с опытами по размножению соболей в неволе. Дело оказалось в том, что сроки беременности у самок были определены ошибочно. Выяснилось совершенно обескураживающее обстоятельство. Беременность у самок соболя длится не два месяца, как это прежде предполагали, а целых девять с июля по апрель. Причем оплодотворенный зародыш в матке на самое неблагоприятное время года как бы консервируется, а затем к весне начинает быстро развиваться. То есть в развитие плода наступает так называемый латентный период. Раньше ошибочно предполагали, что брачный период у соболя приходится на раннюю весну, и самцов подсаживали к самкам, как правило, слишком поздно, поэтому с размножением в неволе ничего не получалось. А профессор Монтефель стал подсаживать самцов еще с лета, и смотрите-ка, у его соболей, которых он содержал в московском зоопарке, появился молодняк. Это был настоящий триумф. Шутка ли сказать, эти царственные животные, эти меховые бриллианты, живая валюта, впервые в неволе принесли потомство. Но, увы, на том дело и закончилось. Больше потомства у соболей не появлялось. Думали, гадали, ломали себе голову, чем бы это могло объясняться. Было подмечено, что на воле в естественных условиях соболи имеют привычку поедать у более крупной добычи, такой как рябчики, куропатки или зайцы, только одну голову, шеи и печень. Целиком они съедают только таких мелких животных, как, например, полежки. Может быть, здесь надо искать разгадку, ведь головной мозг богат липоидами, на шее и в грудной полости расположены железы внутренней секреции. Ну что ж, стали пробовать. Монтефель начал скармливать соболям куриные головы, печенки, мозговые кости. Одновременно он пришел к выводу, что большую пользу могут принести сильные электрические лампы, подвешиваемые над вольерами. На свет слетается множество насекомых, которые, ожогшись, падают на пол и жадно поедаются соболями. Заметь в этом Монтефель стал давать им вместе с кормом еще и мучных червей. Когда в двадцатые годы Советский Союз прилагал немалые усилия по созданию собственных крупных звероводческих хозяйств, за границу посылались специальные комиссии для изучения этого вопроса. И с 1927 по 1931 год в страну было ввезено много серебристых лис, андатор, а также енотов и норок из Канады. Перевалочной базой для подобного транспорта тогда служил Гамбург. Немецкий специалист по пушным зверям доктор Пауль Шепс принимал транспорт с животными в Гамбурге, перегружал на советские пароходы и сопровождал до Ленинграда, а в Германии в начале 20-х годов как раз была создана звероферма по разведению ценных пушных зверей. Ее руководителя доктора Шмидта и пригласили в 1927 году в качестве консультанта для организации первых советских пушных звероферм. Он же и стал первым научным руководителем центральной опытной зверофермы в Пушкине. В Союзе он оставался вплоть до 1934 года и до своего возвращения домой успел вывести 136 соболей, рожденных в неволе. Хорошеньким молодым соболькам, выраставшим в проволочных вольерах, поначалу не приходилось расставаться с жизнью в угоду богатым модницам. Их старательно выхаживали до тех пор, пока они не достигали промыслового размера. Затем их отбирали попарно и отвозили в те местности, где в прежние времена в России водился соболь. Там их и выпускали на волю. Такая разумная реаклиматизация соболя вскоре принесла свои благодатные плоды. На пушном аукционе, состоявшемся в 1956 году в Ленинграде, уже снова было представлено 14 110 собольных шкурок. В Сибири на сегодняшний день обитает больше соболей, чем 100 лет тому назад. В настоящее время зверофермой СССР дают ежегодно около 17 тысяч шкурок соболей и в природе добывают около 150 тысяч диких соболей. и тем не менее соболье шкурки остаются по-прежнему большой ценностью. Уже в 1912 году фирма Пенни, Жек и Райнер в Вене, в то время ведущий дом моделей пушных изделий, запрашивал за соболье манто не менее 24 тысяч долларов или 100 тысяч марок. Необработанная соболье шкурка в Западной Германии стоит на сегодняшний день от 200 до 1200 марок. На манто необходимо около 80 шкурок средней стоимостью от 400 до 600 марок. Так что нетрудно себе представить, что готовое соболье манто вместе со стоимостью обработки и отчислениями в пользу торгующих организаций будет стоить не меньше 65 а то и 80 тысяч марок. Как мне сообщили скорняки, сейчас во всем мире снова имеется от 15 до 20 собольях манто, 3 или 4 из которых были изготовлены в самое последнее время в Западной Германии. Однако столь пушистые меха, собольи, сейчас большей частью используются для изготовления пелерин, палантинов или опушки элегантных вечерних платьев. Потому что в качестве пальто этот мех слишком полнит ту, которая его носит. Однако эти ценные пушные звери могут служить прекрасным примером того, как дикое животное, которому грозит полное истребление, можно спасти, если государство возьмет его судьбу в свои руки. Именно так и случилось с Соболем в Советском Союзе. Глава третья Оскания ново процветает. Письмо из России, прибывшее в Судан на журавлиной шее. Овечья колония в России. Последняя дикая лошадь бежала два дня на перегонки со смертью. Судьба Степного рая. Дворянский титул за зоопарк. Нет, положительно, нашим отцам и дедам не удавалось так легко и просто носиться по всему земному шару, как мы это делаем сегодня. Я сел в Москве в самолет и, перелетев через Киев, приземлился в Херсоне, в самом нижнем течении Днепра. На аэровокзале я взял такси и, проехав по степи 160 километров, добрался до такого места, о котором знают и помнят все, кто интересуется животными. Я еду по степи. Дорога прямая, как стрела, пересекает плоскую и ровную, как стол, равнину. Справа и слева следуют одно за другим неоглядные поля, засеянные зерновыми культурами. По обеим сторонам широкого асфальтированного шоссе высажены в 5-6 рядов молодые деревца. Через каждые 10-12 метров куст, осыпанный яркими цветами. Однако даже от самой распрекрасной яркости можно устать, если она повторяется все вновь и вновь, так что начинает рябить в глазах. Дорога не очень гладкая и скорость невелика. мною овладевает приятная полудремота. Мысли мои улетают далеко-далеко отсюда, в Африку. Я вспомнил, как недавно, во время промежуточной посадки в Хартуме, решил использовать время и переехать на другую сторону Нила, в Омдурман, осмотреть гробницу знаменитого Махди, которому удалось победить самих англичан и на долгие годы прогнать их из своих владений. Генерал Златин Паша, родом из Австрии, настоящее имя его было Рудольф Златин, просидел 12 лет с 1883 по 1895 в плену у Махди. Златин Паша позже писал «Было это в декабре 1892 года. Я получил приказание немедленно явиться пред светлые очи Калифа. Я нашел его в кругу своих приближенных. Недавно полученные мною предостережения о том, что я клеветан Тайжиба Мали, были еще свежи в моей памяти, и неприятное ощущение закралось в мою душу. Калиф, как обычно, не ответив на мое приветствие, приказал мне сесть. «Возьми-ка в руки эту вещь», изрек он после короткой паузы, «и объясни нам, что она означает». Вид у него при этом был самый непроницаемый и многозначительный. Я встал, взял предложенный мне предмет и принялся рассматривать его со всех сторон. Это было латунное колечко, примерно четырех сантиметров в диаметре, на котором висела латунная же капсула, по форме и величине походившая на револьверный патрон. Кто-то, видимо, уже пробовал ее открыть, и в расковыренное отверстие ясно виднелась тщательно сложенная записка. Мне стало прямо, скажем, не по себе. Вдруг это адресованное мне письмо от моих родных или от египетского правительства, которое пыталось переслать его таким необычным способом, и гонец был схвачен и разоблачен. Тогда дела мои плохи. Я старался сохранить спокойствие. Пока я расковыривал капсулу, протянутым мне ножом, стараясь достать оттуда бумажку, я лихорадочно обдумывал, как себя вести и что сказать. К счастью, мне не пришлось пускать в ход своего искусства притворяться. На двух тщательно сложенных папиросных бумажках, которые я вытянул из капсулы и развернул, был четко написанный на четырех языках текст немецком, английском, французском и русском. Этот журавль выведен и выращен в моем поместье Аскания Нова Таврической губернии на юге России. Просьба сообщить, где птица была поймана или убита. Сентябрь 1892 года. Фр. Фальц. Фейн. Я поднял голову с явным облегчением. Ну, спросил Калиф. Какие же сведения содержатся в послании? Господин мой, ответил я, кольцо по всей вероятности снято с шеи убитой птицы. Прежний ее владелец, человек, живущий в Европе, просит сообщить ему, где птица была поймана или убита. Ты сказал правду, изрек Калиф в уже несколько более дружелюбном тоне. Птицу действительно подстрелил один шейх близ Донголы и обнаружил на шее ее это странное кольцо. Он снял его и передал эмиру Жунис Волет Эд Дикэму, писарь которого, однако, не смог расшифровать текста, написанного презренным христианином. Поэтому он и прислал мне сюда эту штуковину. Повтори-ка еще раз, что там написано. Я постарался дословно перевести весь текст, изложенный в кратком послании, и по требованию калифа объяснил ему примерное местоположение и расстояние, на котором находится страна, откуда прилетел журавль. Опять одно из тех дьявольских измышлений, которыми занимаются эти нечестивцы. Таково было окончательное заключение калифа. Только они могут расточать свою жизнь на подобные пустяковые и бесполезные занятия. Ни один праведный магометанин никогда бы не решился на нечто подобное. Я передал капсулу с запиской присутствующему при нашем разговоре писарю и удалился. Однако прежде чем отдать ее, я еще раз внимательно пробежал глазами и постарался запомнить указанный в ней адрес «Оскания Нова, Таврическая губерния, Южная Россия, Фальц, Фейн». Я отправился домой, непрестанно повторяя про себя эти слова, чтобы хорошенько запомнить «Оскания Нова, Таврическая губерния» и принял твердое решение, что если мне по Божьей милости удастся вновь очутиться на свободе, то я непременно извещу этого человека о судьбе его журавля, доставившего мне несколько неприятных и, я бы даже сказал, страшных мгновений. «Уже спустя много лет после моего освобождения из плена и прибытия в Каир, я стоял как-то на балконе дворца, в котором помещалось консульство, и любовался прекрасным парком, надевшим как раз свой самый роскошный весенний наряд. И тут я заметил ручную цаплю, расхаживающую меж цветочных клумб. «Постойте!» воскликнул я. «О чем-то таком мне напоминает эта птица!» И в ту же ночь в моей памяти всплыла Фальцфейн, Оскания-Нова, Таврическая губерния, Южная Россия. Я приписал к указанному адресу еще пару строк о том, что в конце 1892 года в Донголе был убит журавль-красавец с кольцом на шее. Сердечные слова благодарности, которые я вскоре после этого получил из России, убедили меня в том, что мой интерес, привлеченный тем маленьким эпизодом, отнюдь не был односторонним. Но Рудольф Златин никогда в жизни не добирался до юга России, а Фридриху Фальцфейну, несмотря на то, что он был одним из самых богатых любителей животных во всем мире, тоже ни разу не удалось осуществить своих заветных планов насчет экспедиции в Африку. Мы едем и едем, и я начинаю у шоферов встречных машин расспрашивать, на правильном ли мы пути Касканье иного. Мой таксист не слишком-то в этом уверен. Ему еще ни разу не доводилось совершать столь дальних поездок за пределы города Херсона. Мы сворачиваем резко с основного шоссе на боковое, здесь все дороги поворачивают под прямым углом, и едем дальше. Какой-то трактор тащит комбайн, поднимая к небу облако черной пыли. Тракторист по нашей просьбе останавливается, черное облако медленно уплывает назад. Знает ли он, где Аскания иного? Ну, разумеется же, он там, и он указывает рукой на темнеющую на горизонте полосу деревьев. Да какая там полоса, это целый лес. Но деревья эти совершенно особенные, и о них мне хотелось бы сначала немного рассказать. История удивительного леса посреди голой степи ведет свое начало, как ни странно, от овец. Когда по окончании Испанской войны за престол наследия испанцы наконец разрешили вывоз за пределы страны своих знаменитых тонкорунных овец мериносов, овцеводство стало развиваться повсеместно, в том числе и в Германии. Так в герцогстве Анхальд, например, научились так прекрасно отбеливать и сортировать овечью шерсть, что ее скупали даже ткацкие предприятия Англии. В герцогских владениях выпасалось тогда свыше ста тысяч овец мериносов. Однако увеличить свое стадо герцог не мог. Для этого его поместье Анхальд Кэтхен было слишком мало. Именно по этой причине, да еще потому, что герцог состоял в родстве с русской царской фамилией, ему и пришла в голову блестящая идея основать на безлюдной, только недавно освоенной Россией южно-русской степи, своего рода Анхальд Кэтхен герцог. Герцог добился желаемого. Ему и на самом деле отмерили 480 квадратных километров территорию, превышающую по своим размерам сегодняшнюю землю Бремен. Более того, первые 10 лет ему не приходилось вносить за пользование этой землей никаких налогов. В честь графства Аскании на северной стороне Гарца он назвал свои новые гигантские владения Аскания Нова. 11 августа 1828 года началась одна из самых рискованных овечьих одиссей, известных в мировой истории. 2886 тонкорунных овец, 2 быка, 8 коров, 8 лошадей и 23 персоны обслуживающего персонала отправились пешком из Анхальта к Черному морю. На трех повозках везли сундуки с одеждой, домашней утварью и инструментом, а также мешки с посевным материалом. Кавалькада двигалась довольно быстро, в день она проходила от 15 до 20 километров. Ровно тысяча овец осталось зимовать в одном поместье в Познане, и когда все стадо прибыло в Таврическую степь, оказалось, что не хватает всего лишь 35 овец. Еще удачнее прошел перегон 5300 овец в следующем году, а к 1830 году в Аскане и Ново благополучно собралось уже около 8000 овец. Там же поселилось 130 немцев, среди которых имелся один учитель, один винодел, несколько мастеровых и сортировщиков шерсти. Однако ожидаемого предприимчивым семейством кетхенов бурного притока денег и шерсти не последовало. Наоборот, из кассы маленького герцогства приходилось вкладывать все больше и больше полновесных талеров в русское предприятие. Когда советник администрации Ауэ поехал в качестве ревизора в далекую степь, от него пришло совершенно уничтожающее донесение в кетхен. Оказывается, между служащими колонии шла непрерывная свара. Десять тысяч виноградных лос, высаженных в этой безлюдной степи засохли. Та же участь постигла и фруктовые деревья. Никак не хотели давать урожай в условиях засухи и зерновые культуры. Главный управляющий колонии, распродавая часть стада, по-видимому, разрешал покупателям каждый раз самим выбирать себе овец. Таким образом, наилучшие экземпляры оказались повыбранными, а оставшиеся 32 тысячи голов имели весьма неприглядный вид. Одних невыплаченных окладов в бухгалтерских книгах значилось на 40 тысяч рублей. Все хозяйство Аскания иного предмет всеобщих насмешек, потому что степью никогда еще так безголово не распоряжались. По-видимому, у этого герцога Анхальта какие-то неисчислимые сокровища, если ему ничего не стоит содержать здесь такое бесперспективное и разваливающееся хозяйство. Вот в таком примерно роде отзывались соседи об этом поместье. Сохранить его удалось в общем-то только благодаря милости царя, который по-прежнему не облагал злополучное владение налогами, царскими податями. Но когда в 1847 году со смертью герцога Генриха Рот Анхальта в Кэтхенов угас, его наследник герцог Анхальт Дессау воспользовался первым удобным случаем, чтобы отделаться от этой досадной обузы. В 1856 году он продал поместье немецко-русскому помещику Фридриху Фейну за 525 тысяч прусских талеров, что равняется полутора миллионам золотых марок. Но все равно это была не слишком выгодная сделка, потому что за прошедшие десятки лет герцогство потеряло по милости этого лихого предприятия значительно более миллиона золотых марок. Объяснялось же все это очень просто. Тупоголовые люди стремились хозяйствовать в степи обязательно на анхальдский манер. А вообще-то говоря, все началось с пощечины. Она-то и послужила толчком к стремительному обогащению семьи покупателя имени Аскани иного Фридриха Фейна помогла Фейнам стать миллионерами. Дело было так. Предок Фридриха огромного роста детина, недюжинной силой и страшно вспыльчивой, состоя на военной службе в Вюртембергском полку, получил за что-то от своего офицера пощечину. Дико вспылив, молодой человек, недолго думая, схватил свое ружье и пырнул обидчика штыком. Ему удалось бежать, а некоторое время спустя он объявился на Украине. Там и поселился. Его сын Фридрих вырос таким же необузданным, как отец, обладал той же медвежьей силищей, и когда во время какой-то семейной перепалки отец схватил охотничье ружье и пульнул в сына, тот тоже был вынужден бежать из родных мест и поселился где-то на Кавказе. Там ему удалось разбогатеть, и после смерти отца он вернулся назад в родное имение уже знаменитым овцеводом. Он разводил все больше и больше овец, искупал соседние угодья одно за другим, пока не приобрел напоследок и злополучную осканию новы. Ему удалось стать самым крупным овцеводом России, и говорят, что стадо его превышало 750 тысяч голов прекрасных овец, каждая из которых приносила ему ежегодно немалый барыш. Однако разводить овец в засушливой степи и сохранять им жизнь во время снежных зим дело совсем непростое, ведь Таврическая степь отнюдь не отличается тем мягким климатом, который господствует на Крымском полуострове, хотя и расположено всего в каких-нибудь 300-400 километрах севернее его. Поэтому овец здесь приходится зимой держать месяц, а то едва в закрытых помещениях, и у того, кто не сумел запасти на это время достаточного количества сена, они гибли от голода. Если Атара попадает в один из тех ужасных снежных буранов, которые здесь бывают, то может случиться, что обезумевших от страха животных невозможно загнать в овчарню. Иногда в подобной ситуации может помочь лишь ввоз сена, который тащат впереди Атары, и за которым погибающие от голода животные готовы следовать куда угодно. Но самое главное это не давать им летом пастись непосредственно вокруг овчарин. Трава вокруг них должна сохраняться до самой зимы. Потом зимой там можно погонять табун лошадей, проламывающий своими копытами снежный наст, под которым овцы могут найти для себя пропитание, не отходя далеко от своих жилищ. Но и сама шерсть не приносила тех доходов, которые могла бы. Она просто-напросто была слишком пыльной и грязной. А колодцев, которые из-за глубокого залегания грунтовых вод с таким трудом удавалось прорыть, с грехом пополам хватало лишь на то, чтобы напоить овец, но никак не на то, чтобы их перед стрижкой искупать. Следовательно, приходилось напирать не на качество, а на количество шерсти, чтобы иметь возможность выручить приличную сумму. И суммы на самом деле оказывались приличными. Единственная дочь запальчивого Фридриха вышла замуж за деловитого сотрудника своего отца, саксонца, Иоганна Готлеба Фальца. Царь разрешил им носить двойную фамилию Фальц Фейн. Когда Фридрих, имевший пристрастие к путешествиям, спускался однажды на пароходе из Будапешта вниз по Дунаю к берегам Черного моря, он попал в компанию венгерских овцеводов. Фридрих вмешался в их беседу о качестве шерсти, о пастухах, о тарах и степях. Властелины Пушты, высокомерно оглядев скромно одетого чужака, заявили, что, дескать, тому, кто ничего в этом деле не смыслит, лучше было бы и помолчать. На это Фридрих Фейн, как бы, между прочим, заметил, что у него одного столько овчарок, сколько у всех присутствующих здесь господ вместе взятых овец. И это была правда. Семейство становилось все состоятельнее. У Фальцфейнов были поместья в Мекленбурге, вилла в Ницце, сказочный белый дворец в готическом стиле с шестьюдесятью роскошно обставленными комнатами на берегу Черного моря. Там пышно праздновались дни рождения, притом пиршества длились неделями, и вся округа присоединялась к этому ликованию. Но, ей-богу, мне никогда не пришла бы в голову мысль поехать в этот столь удаленный уголок Украины, не окажись последней из Фальцфейнов, тоже Фридрих, сумасбродным любителем животных. Еще гимназистом он получил разрешение выстроить себе птичий дом. Он радовался, когда на охоте удавалось изловить подранг, вылечивал птиц и содержал их затем в просторных вольерах. Однажды случилось несчастье. Перед самым концом охоты, из-за неосторожного движения, само собой разрядилось ружье, и весь заряд дроби попал Фридриху в правую руку. Чтобы не испортить настроение родителям, он наскоро перевязал рану, надел другую куртку и, как ни в чем не бывало, явился на праздничный рождественский ужин. Но когда один из его учителей, приветствуя его, стал слишком уж дружески пожимать ему руку, он не вынес и упал в обморок от боли. Более серьезные испытания выпали на долю Фридриха, когда ему после смерти отца пришлось взять на себя управление всеми поместьями. Однажды, когда он уволил одного строптивого инспектора, внезапно ночью в той части дома, где находилась спальня владельца замка, произошел взрыв. Только под утро Фридриха удалось откопать из-под обломков. На теле его зияли многочисленные раны, и несколько ребер оказались сломанными. К счастью, одна из потолочных балок так удачно легла на спинке железной кровати, что образовалось на ней нечто вроде защитного перекрытия. Оказалось, что какой-то неизвестный злоумышленник начинил печку взрывчаткой и, подведя к ней Бигфорда в шнур, заставил взлететь все на воздух. Фридрих Фальцфейн, который не курил и не пил, имел лишь одну, но пламенную страсть. Он обожал всяческое зверье. Став единовластным хозяином Аскания, он принялся строить новые птичники, которые становились все просторнее и прекраснее. Но настоящее начало столь знаменитого сегодня рая животных Аскания иного следует отнести к 1887 году. Именно в тот год Фридрих Фальцфейн пригласил к себе в имение специалиста, которому и удалось пробурить первую глубинную скважину в земле. На глубине 70 метров наткнулись наконец на отличную прозрачную воду. С помощью насоса ежедневно выкачивали по 300 тысяч ведер воды наверх. Вскоре и все соседние поместья обзавелись аналогичными буровыми скважинами и со временем с их помощью, да еще путем устройства плотин на реках, было организовано искусственное обводнение земель. И сегодня степь, когда-то заселенная лишь кочевниками, превратилась в одну из неиссякаемых житниц Советского Союза. Водонапорная башня, построенная в стиле древней руины, стоит еще и сегодня, но вся сверху донизу обросла плющом. Отсюда вода растекается по каналам зоопарка, где купаются утки и гуси из всех стран света, а затем стекает в большой пруд, где гордо вышагивают фламинго и пеликаны. Шестьсот различных видов деревьев Фридрих Фальцфейн свез сюда со всех концов земного шара, пытаясь акклиматизировать их посреди безлесной степи. Ему удалось вырастить большой ботанический сад. Двести из этих видов прижились и стали разрастаться дальше. По ухоженным дорожкам этого райского парка я и бродил вечером в день своего приезда восканию нова и наслаждался пением соловьев. Фридриху не нужно было больше содержать своих любимых птиц в клетках. Теперь они и так никуда не улетали из зеленого острова в степи. Первым птицам еще подрезали крылья, но после линьки, а у потомства их и подавно, подобная предосторожность оказывалась уже излишней. Более того, весть о зеленом оазисе посреди безлесной степи, где всегда достаточно корма, странствующий пернатый народец вскоре разнес по свету, и вот здесь загнездились и иволги, и соловьи, и славки, и другие мелкие певчие птицы. Даже единичные перелетные птицы оседали на все лето в степном раю. Помимо оседлых пернатых, по прошествии нескольких десятков лет здесь прижились около сорока пролетных видов, таких как домовый сыч, удот, аист, хохлатый жаворонок, деревенская и другие ласточки, различные голуби, воробьи, скворцы, галки, белая трясогуска, ястреб, чибис, зяблик, кукушка, горлица, сорока, болотный лунь, озерная чайка. От года к году овечий король все больше увлекался своим птичьим раем. Он решил расширить ассортимент обитателей так называемого зверинца на воле. Вступив в переписку со знаменитыми в то время немецкими звероловами Гагенбеком и Рухе Альфельдом, он вскоре стал приобретать все новые и новые партии экзотических животных. Так южноамериканские страусы Нанду сразу же прижились и приступили к выращиванию многочисленного потомства. Для прибывших же вслед за ними австралийских эму и африканских страусов степной климат оказался по-видимому все же недостаточно жарким, чтобы откладывать яйца. Зато четыре вида кенгуру, верблюды, драмадеры и ламы чувствовали себя здесь как дома, как, впрочем, и 13 видов оленей и косуль, 20 видов антилоп, а также горные козлы, гривистые бараны, яки, зебры, индийские водяные буйволы или арни. В 1889 году Фридрих посетил Всемирную выставку в Париже. где познакомился с известным зоологом Жофруа Сент-Илером. После беседы с ученым он с удвоенным пылом взялся за начатое дело создание в степи рая для животных. В вас, сказал ему знаменитый француз, счастливо сочетаются любовь к природе, знания, энергия и наличие необходимых средств для выполнения ваших планов. Так оно и было на самом деле. К сожалению, Фальцфейну не удалось сохранить хоть несколько из последних диких лошадей, обитавших тогда еще на юге России. Он слишком поздно обратил на них внимание. А ведь еще в начале 70-х годов его покойный отец, возвращаясь из своих поездок, частенько рассказывал, что опять видел табунок диких лошадей. Под конец их оставалось всего каких-нибудь восемь голов, потом пять, потом лишь две лошади, причем все в одном и том же месте. Эти дикие степные лошадки были мельче и грациознее, чем в восточно-азиатские лошади Пржевальского. И встречались прежде в южно-русских степях довольно часто, наравне с орлом-могильником, грифами, дрофами, пеликанами, тушканчиками, сайгаками и волками. Чем больше людей поселялось в степи, тем больше отстреливалось диких лошадок, причем просто так, из желания позабавиться охотой. Нередко случалось, что дрочливые дикие жеребцы отбивали от стада домашнюю кобылу и покрывали ее, но, по мнению Фальцфейна, ни одному домашнему жеребцу не удалось бы покрыть дикую степную кобылу. Для этого дикие жеребцы были слишком ревнивы и боевиты, поэтому и самые последние из диких лошадей оставались чистокровными, и полукровок меж ними никогда не водилось. Однажды папаша Фейн сообщил сыну, что по рахмановской степи бегает всего только одна дикая лошадь, видимо, последняя. Одинокая кобыла держалась вблизи пасущихся табунов домашних лошадей, и когда пастухи отсутствовали, старалась затесаться в табун. Но стоило появиться пастуху, как она тут же отбегала в сторону и держалась отдельно. Ни разу никто не видел, чтобы она лежала на земле, даже дремала она стоя, в то время как домашние лошади обычно укладываются отдыхать на землю. В течение трех лет дикая лошадка становилась все более ручной. За это время она уже дважды приносила жеребят от домашнего жеребца, которых у нее затем отнимали. Под конец она отважилась однажды зимой зайти вместе со всем табуном в загон, более того, проследовала за всеми остальными в конюшню. Эту возможность использовали для того, чтобы ее изловить. Домашних лошадей выпустили наружу, а ее загнали в стойло. Во время этой операции дикарка вела себя самым необузданным образом, прыгала на стены и затем в течение нескольких дней отказывалась от пищи. В сутолоке баталии она потеряла один глаз. Постепенно, очень постепенно, эта последняя южно-русская дикая лошадь становилась спокойней. Здесь, в конюшне, она родила еще одного, третьего по счету жеребенка. Вот только скрести скребком и вообще прикасаться к себе она не позволяла. А поскольку она покорно давала водить себя за уздечку на водопой, то владелец поместья по фамилии Дурилин, так упорно старавшийся сохранить эту последнюю дикую лошадь, решил, что она весной добровольно останется пастись вместе со всем табуном. Но не тут-то было. Как только лошадей выпустили из загона, она с громким торжествующим ржанием убежала далеко в степь. Еще один раз, правда, она вернулась назад, нашла своего же ребенка, но тот не захотел последовать за ней, и она ушла одна, чтобы никогда уже не возвратиться, будто растворилась в необозримой зеленой степи. Ни принуждением, ни заточением, ни любовью, ни хорошей кормежкой не удалось сломить бунтарского духа дикой лошади. Когда крестьяне, жители деревни Агайман, что в 37 километрах от Аскани иного, обнаружили на следующую осень пасущуюся в степи одинокую кобылу, они решили, что во время рождественских гуляний славно позабавиться, устроив за ней охоту, главным образом за тем, чтобы проверить резвость своих собственных лошадей. Им никогда бы не удалось ее загнать, несмотря на то, что они заранее расставили посты всадников на определенном расстоянии один от другого. Несчастную жертву старались гнать именно в сторону следующего поста, передавая как бы по эстафете, так что за ней гнались все время новые свежие лошади. И тем не менее дикарка словно бы насмехалась над своими упорными преследователями. Она с легкостью перемахивала через высоченные сугробы, в которых погоня безнадежно застревала. Никогда бы им не удалось изловить лошадь, не попадя она ногой в глубокую трещину во льду и не сломая ее. Крестьяне взвалили ее на сани и привезли в деревню, где собрались зеваки со всей округи, чтобы на нее поглазеть. К сожалению, она скончалась через пару дней, хотя деревенские жители и пытались соорудить ей шину для переломанной ноги. Вот так последняя представительница когда-то многочисленного рода героически отстаивала свою свободу до самого последнего дня жизни. И с тех самых пор больше нет и не будет на все будущие времена на нашей планете диких степных лошадок. А то, что экспонируют в некоторых зоопарках под названием Тарпаны, заверяя, что это вновь выведенный вид диких степных лошадей, так это самые обыкновенные домашние лошади серой мышиной масти. Фридрих Фальцфейн начал опасаться, что спаливая азиатской дикой лошадью Пржевальского произойдет нечто подобное, что и со степной Таврической. Поэтому он установил контакт с одним купцом из Томской губернии по фамилии Ассанов. Купец этот вел торговые дела в Монголии и помог Фальцфейну снарядить первые экспедиции в места обитания этих животных. В 1897 году удалось отловить какое-то количество молодняка лошади Пржевальского. Однако все же ребята погибли уже в дороге, потому что и отлов, и уход за ними проводились непрофессионально. Поэтому Фальцфейн распорядился, чтобы жеребят отлавливали, не затравливая до полусмерти, а отстреливая кормящих кобылиц и заменяя их в дороге домашними. Но оказалось, что это не так просто. Пришлось закупать кобылиц заранее, еще в Бийске, там же случать с жеребцами, да с таким расчетом, чтобы жеребят появились на свет именно в то время, когда жеребятся дикие кобылицы. Но снова неудача. обслуживающий персонал не придерживался так строго предписания, как этого требовалось, и отловленные жеребята снова погибли в дороге. И только на третий раз все пошло как по маслу. В 1899 году удалось отловить семерых жеребят, шестерых самочек и одного жеребца. Из них пятеро благополучно преодолели 500-километровый путь до Бийска, где их погрузили в железнодорожные вагоны и довезли до ближайшей Каскании новостанции. А оттуда новоселам пришлось протопать еще 70 километров пешком. Весной 1901 года я был в Антверпене, пишет Фридрих Фальцфейн, где виделся с Гагенбеком. Ему страстно хотелось разузнать, каким это образом я ухитрился доставить к себе диких лошадей из Монголии. Но поскольку он сам в подобных случаях ни за что не выдавал своих секретов, то и я решил отмолчаться. Однако он меня все же перехитрил. Дело в том, что я закупил у него в зоопарке диких животных и принял его предложение дать мне с собой сопровождающего из его людей. Тот как раз едет по своим делам на Украину и привезет всю закупленную партию в Асканию Ново. Но прибыв на место, этот тип принялся допытываться у моих людей относительно подробности отлова и транспортировки, А те ему все и выболтали. А осенью 1901 года он направился прямиком в Бииск, где и купил у Ассанова тех самых 28 лошадей, которые были заготовлены для меня. Лошади эти попали в Гамбург. А в 1902 году Гагенбек получил от Ассанова еще следующую партию. Я же в 1903 и 1904 годах получил от Ассанова только несколько штук. В 1897 году шесть братьев и сестер Фридриха решили сделать ему коллективный подарок за то, что он как старший так справедливо распределил между ними наследство и помогал им вести хозяйство. Подарили они ему группу американских бизонов. Фридриху не стоило особого труда получить помеси между этими могучими дикарями и домашним скотом. Выведенные таким образом бастарды были значительно сильнее и больше своих домашних родичей. Так, к примеру, в жаркие летние дни выносливый подольский домашний скот впрягали в уборочные машины в две смены, в то время как помеси между домашним скотом и бизонами трудились без устали от зари до зари. Стадо бизонов и поныне пасется в Аскане иного. Вместе с Лобановым, любезно согласившимся меня сопровождать, мы выезжаем в степь на Таратайке, которую без видимых усилий катит послушная белая лошадка. Повозка выглядит совсем как в старину. Состоит она из четырех колес, на которых укреплена гладкая платформа, сверху брошена мягкая подстилка, вот и все нехитрые устройства. Но это очень практично. Во всяком случае, я смог спокойно разложить на ней всю свою аппаратуру и коробки с пленкой. В любую минуту с такой повозки можно легко соскочить, чтобы заснять окружившую вас стайку оленей или верблюдов, разглядывающих людей с нескрываемым любопытством, а то из стада восточно-африканских гну, которые проносятся мимо или, размахивая хвостами, совершают в непосредственной близости от вас свои виртуозные прыжки. Но ручными гну никак не назовешь. За те десятки лет жизни, которые им пришлось провести здесь, в Аскане и Нова, эти озорные большие черные антилопы так и не захотели сблизиться с человеком, несмотря на то, что их каждую зиму загоняют в конюшни. Зато бизоны мне кажутся совсем домашними, но ничем не отличаются от наших коров по своему поведению во всяком случае. Пасет их конный пастух, который на ночь загоняет их в огромные загоны. Это я вам скажу зрелище, которое стоит посмотреть. Такое можно было увидеть разве что сто лет тому назад в американских прырьях с участием индейцев или ковбоев. Мы же сегодня можем совершенно спокойно подъехать к стаду бизонов, словно это пасущиеся коровы, несмотря даже на то, что в стаде присутствуют новорожденные телят. Я замечаю, что здесь же пасется и несколько гибридов между бизоном и домашним скотом, и прошу пастуха отогнать этих полукровок в сторону, чтобы я мог снять стадо чистокровных бизонов. Меня лично подобные помеси всегда огорчают. Вольдемар Фальцфейн в своей книге, посвященной покойному брату Фридриху, переведенной на немецкий язык и вышедшей в Берлине в 1930 году, сетовал на то, что Асканию Нова переименовали якобы в Чапли. Но это неправда. Теперь название Аскания Нова официально значится во всех русских атласах и специальных изданиях. С 1956 года угодья эти отданы в распоряжении Украинской Сельскохозяйственной Академии. Аскания Нова принадлежат 330 квадратных километров земли, из которых 130 квадратных километров целинные земли, а 15,6 квадратных километров подлежат сохранению в девственном виде, без какого-либо вмешательства человека. Заметно усилилась научная сторона дела. Теперь здесь трудятся около ста ученых. Помимо них еще 220 сотрудников лабораторий, а всего работает в хозяйстве 2000 человек. Аскания Нова превратилась почти что в маленький город, украшенный бульварами, широкими улицами и насчитывающий примерно около 6000 жителей. Ботанический сад и зоопарк прекрасно ухожены. В двух бывших особняках фальцфейнов расположились теперь бюро и институт. И несмотря на то, что Аскания Нова больше не принадлежит его семейству, Фридрих фальцфейн все равно был бы доволен, узнав, что дело его жизни, его идеи и планы не пропали зря, а развиваются дальше, да при том еще так успешно. Правда, на сегодняшний день здесь уже держат не 400 тысяч овец, как прежде, а только 7 тысяч. Зато если при фальцфейне пахотных земель поначалу было всего 2% от всех угодий, а под конец 17%, то при советской власти уже две трети всех земель стали пахотными. Овцы здесь, можно сказать, содержатся теперь только в качестве подопытных животных. Ведется селекционная работа, стараются вывести засухустойчивые формы одновременно с хорошим качеством шерсти. Прежде до изобретения электрических стригальных машин человеку приходилось от 35 до 50 минут елозить ножницами по овце, чтобы снять с нее все положенное количество шерсти. При этом он еще достаточно часто прорезал ей нечаянно и кожу. За один день редко удавалось остричь более 30 овец. Если овца при стрижке получала сильное ранение, стригалю за нее не платили. А если он во время стрижки не дай бог удушит нечаянно овцу, то из его жалования вычиталось 4 рубля. До начала текущего века за стрижку одной овцы платили 2,5 копейки, затем стали платить по 5 копеек. Жилье и питание бесплатно, но инструмент надо было приносить свой. Заработок в день не превышал обычно 5 рублей 50 копеек. С одной овцы получали в год несколько больше 4 килограммов шерсти. Из такого количества можно изготовить добрых два мужских костюма. Уже в 90-х годах прошлого века Фридрих Фальцфейн приобрел стригальные машины, действующие при помощи пара. Он был вообще за всякое новшество. Однако никто не умел с ними как следует обращаться. Профессор Иванов, занимавшийся тогда проблемой искусственного осеменения животных, попросил у Фальцфейна разрешение провести в его хозяйстве серию опытов по искусственному осеменению лошадей. Они дали блестящий результат. Это позволяло осеменить спермы одного племенного жеребца вместо 20 несколько сот кобыл. И при этом отпадала необходимость отрывать кобыл от работы и водить по 4, а то и по 5 раз на случку к жеребцу. Теперь хватало одного раза. Поначалу новый способ был встречен полным недоверием. Полученных таким образом жеребят считали неполноценными. Такое искусственное оплодотворение, введенное профессором Ивановым, стало применяться повсюду в Советском Союзе, а за годы, прошедшие между двумя мировыми войнами и во всех других европейских странах, в ФРГ на сегодняшний день большая часть телят появляется на свет именно подобным образом. Год за годом сибирская язва уносила тысячи жертв из огромных овечьих отар России. Ужасная болезнь лютовала и среди крупного рогатного скота и лошадей. Луи Пастеру, как известно, удалось изобрести вакцину против этой эпидемии, способной убивать и людей. Фридрих Фальцвейн заказал Харьковскому ветеринарному институту изготовить для своего хозяйства вакцину для прививки скоту. Подобные прививки прошли успешно и в 1887 году почти все овцы Аскани инова подверглись инъекциям. Результат оказался самым неожиданным и ошеломляющим. С места выпаса овечьих отар, пасущихся в степи, ежечасно начали поступать пугающие донесения, что привитые овцы гибнут не только дюжинами, а уже сотнями. Повсюду валялись их труп. Тем не менее, Фридрих не отступился, возобновил опыты и к 90-м годам достиг полного успеха. Обязательная вакцинация овец против сибирской язвы была введена во многих губерниях России, после чего потери среди овец резко пошли на убыль. Вместе с экзотическими животными в степном оазисе стали появляться и всякого рода странные личности. Так некий Вильгельм Конрайц, любитель соловьиного пения, а еще пуще алкоголя, потеряв свое место на сцене Парижской оперы, приземлился в качестве учителя музыки в Таврической степи. Он обучал детей не только музыке, но и немецкому и английскому языкам. Однако учителя музыки не удовлетворяло пение соловьев в Асканейских пущих. Он хотел сам стать обладателем этих замечательных певцов. Вскоре он отловил себе изрядное количество соловьев и принялся их дрессировать, чтобы они пели у него в комнате. Как ни странно, ему удалось этого добиться. Причем способ был крайне прост. Достаточно провести жесткой щеткой по листу бумаги, чтобы заставить соловья в клетке запеть. Набрав целую коллекцию дрессированных соловьев, он отбыл на свою родину. Однако через пару лет один из фальцфейнов, будучи в Париже, заметил на бульварной скамье фигуру спящего, совершенно опустившегося человека, и узнал в нем бывшего учителя музыки Конрайдс. Частыми гостями Аскания и Нова бывали и такие ученые знаменитости, как профессор Людвиг Гек, директор Берлинского зоопарка, орнитолог доктор Отто Хайнрод, известный профессор зоологии Матчи и многие русские ученые. В годы перед Первой мировой войной в зоопарке Фридриха Фальцфейна работало почти сто человек. Все большую известность приобретал его степной оазис. Несмотря на то, что он был расположен далеко от железной дороги и в то время еще не существовало автобусов, тем не менее туда не иссяк поток посетителей, до четырех тысяч шестисот человек в год, чтобы полюбоваться на чужеземных животных, нашедших здесь в степи свою новую родину. В Аскании Ново в то время обитало 402 вида различных животных. Из них 344 вида птиц, 50 копытных, да еще в придачу кенгуру, мары, сурки. Не держал Фальцфейн у себя только хищников, и в теперешней Аскании Ново этого тоже не делают. В один прекрасный день сам царь сообщил о своем желании посетить Асканию Ново. Поднялся большой переполох, всю окрестность празднично украсили, воздвигли триумфальные арки, старый дом возле зоопарк буквально утопал в цветочных гирляндах, флагах и зеленой листве. Срочно была сформирована казачьи сотни для поддержания порядка, потому что со всех сторон начали стекаться толпы крестьян и проезжих, чтобы поглазеть на государя всея Руси. 23 апреля 1914 года, когда царь со своей свитой на трех автомобилях прибыл из Крыма в Асканию Ново, можно безусловно считать звездным часом Фальцфейнов. Ведь это был небывалый случай, чтобы царь посетил обыкновенное, нетитулованное лицо, да еще вдобавок прожил в его доме несколько дней в качестве гостя. Ознакомительные поездки и приемы были засняты на недавно изобретенную кинопленку представителем парижской фирмы Патте. Десятью днями позже Фридрих получил от царя телеграмму, где тот просил пожаловать к нему в гости в Ливадию. На прощание царь даровал ему дворянство. Насколько мне известно, это первый и единственный случай, чтобы кто-нибудь получил дворянство за содержание зоопарка. Потом была революция, освобождение Аскании Ново Красной Армией, затем ее захватили войска интервентов, а затем снова Красная Армия. Фальцфейн уехал за границу. Когда Фридрих Фальцфейн жил уже в качестве эмигранта в берлинском отеле Континенталь, он написал письмо сыну известного торговца животными Германа Рухе из Альфальд Ганновера, в котором просил его приехать по важному делу. Фридрих вручил сыну своего коллеги толстый пакет. В нем оказались несколько тысяч рублей. Долг. Фридрих совершенно спокойно мог бы не отдавать этого долга, потому что вся немецкая собственность была конфискована еще царским правительством, даже та, что принадлежала помещикам, выходцам из немцев, в течение многих поколений уже полностью обрусевшим и заслужившим боевые награды. Но, тем не менее, он нашел способ и возможность добровольно передать свой долг человеку, у которого пользовался кредитом. Молодой Рухе был до слез тронут необыкновенной порядочностью клиента своего отца. А Фридрих Фальцфейн мирно скончался в 1920 году в санатории Бат Киссинген и был похоронен на старом кладбище двенадцати апостолов в Берлине. На могильном камне, изображающем двух степных орлов, высечена надпись «Здесь покоится знаменитый создатель Аскании Нова». Будь Фридрих сейчас на моем месте и разъезжай он здесь по Асканийской степи, ему было бы чему порадоваться. Дом, в котором он родился, стоит целеханик, в нем почти ничего не изменилось, и он наверняка узнал бы все свои старые комнаты, несмотря на то, что теперь они заставлены письменными столами и канцелярской мебелью. Перед фасадом приезжих по-прежнему молчаливо встречают древние грубо изваянные из камня скифские бабы. Они когда-то давно были вырыты из степных могильников и водружены у парадного въезда. Посаженные им деревья шумят и поныне. Искусственная роща по-прежнему орошается хитроумной сетью арыков. Вода в них подается насосом, который приводится в движение паровой машины. В полях произрастает низкорослая пшеница, сорт, специально выведенный для степных районов. Стебель ее достигает всего 30 сантиметров в высоту. Дело в том, что летом в этом континентальном климате разница между температурой воздуха днем и ночью очень велика, поэтому в ранние утренние часы на растениях оседает обильная роса. В это время года она служит единственным источником влаги на полях. Если высевать обычную пшеницу с высоким стеблем, то растение будет испарять слишком много влаги и никакой росы не хватит для того, чтобы сохранить ему жизнь. А вот низкорослая пшеница в этом отношении застрахована. Еще в 1906 году в Аскании Ново периодически работал Иванов, однофамилец того Иванова, который впервые применил в этом хозяйстве искусственное осеменение. После революции профессор Михаил Федорович Иванов занялся выведением овец асканийской тонкорунной породы и украинской белой степной свиньи, породы, которые на сегодняшний день получили широкое распространение по всему Советскому Союзу. Большой научно-исследовательский институт животноводства носит теперь его имя. Главный корпус этого института, построенный в 1957 году, выдержан в классическом стиле французских дворцов 18-го столетия. Фасад украшает бюст его основателя. А перед самым входом в парк установлен большой стенд с именами и фотографиями сотрудников Аскани и Нова, особо отличившихся своей работой за последние годы. им присвоено звание героев социалистического труда. «Если бы вы были советским гражданином», шутит директор Асканийского зоопарка, «вы бы тоже обязательно стали героем социалистического труда». «Это все из-за моей неиссякаемой энергии». «Ну, разумеется же, я хочу использовать с толком каждый проведенный здесь день, пока гощу в Аскании иного». Вскакиваю я чуть свет. Сплю в доме для приезжих, в котором вечно полно ученых, съезжающих со суда из самых разных концов Советского Союза. Дом ничем не отличается от комфортабельной маленькой гостиницы. Рано утром, как только открывается столовая, я бросаюсь к столам, за которыми завтракают рабочие совхоза, наскоро выхлебываю свой борщ, так называется суп из свеклы со сметаной и яйцом, быстренько съедаю перловую кашу, бутерброд с ветчиной, запиваю сладким чаем с лимоном и потом уже до вечера ничем не питаюсь, чтобы использовать все светлое время суток для съемок. К этому я привык еще в Африке. Между прочим, и все пять зоологов зоопарка охотно составляют мне компанию. Мы выезжаем на джипе далеко в степь, где возле одного из хуторов пасется стадо из сорока пяти африканских антилоп Кан. Это потомки тех, что завез сюда еще Фальцфейн, причем пятнадцатое поколение их за 65 лет, которые они обитают здесь, на Украине. На время обеда конные пастухи загоняют антилоп в закрытый двор с деревянными строениями типа конюшен. Мы отворяем ворота, а Лобанов кладет поперек входа на землю балку. Его расчет верен. Каждый антилопа побаивается незнакомого предмета, преградившего ей дорогу, но потом, собравшись с духом, перемахивает через него огромным прыжком длиной в несколько метров, а я стою сбоку и снимаю. Именно таким способом мне удается снять самых крупных антилоп Африки в роскошном прыжке. В другом загоне содержится табун домашних лошадей, которых скрещивают с жеребцами дикой лошади Пржевальского. Здесь есть представители каждого переходного звена, от чистокровного дикого жеребца до домашней лошади. Всех их, так же как и антилоп Кан, выпускают пастись в открытую степь, разумеется, под присмотром конных пастухов. Однако семь чистокровных лошадей Пржевальского из предосторожности держат в отдельном загоне. Правда, загон этот настолько велик, что трудно обнаружить ограду и создается полное впечатление, что видишь этих свободолюбивых диких красавцев на воле. В Аскании Нового в настоящее время живет более сорока чистокровных лошадей Пржевальского. Это самое крупное стадо в мире. Одну из диких кобылиц отловили в Монголии и привезли суда. У нее уже дважды были жеребята, а жеребца привезли из ФРГ. Рядом обитает стадо зебр Бема, тот же самый подвид, что и в Саренгете, в Восточной Африке. Поначалу зебры нас дичатся, испуганно отбегают в сторону, но под конец любопытство берет верх. Они окружают нас плотным кольцом, а мы спокойно расхаживаем среди них. Здесь же разводят куланов, сибирских диких козлов, бантенгов, болотных антилоп, ситутунга, общей сложностью 36 видов диких копытных, численностью в 500 голов, да еще в придачу 64 вида птиц, численностью в 2000 особей. Уходом за животными занято 50 человек, и каждый год приезжает примерно 50 тысяч человек, чтобы полюбоваться на зверей. К старому фальцфейнскому зоопарку теперь прирезано еще 200 гектаров новой земли, и помимо этого зоопарку принадлежат еще свыше 800 гектаров, то есть 8 квадратных километров, что под загонами. Вообще-то говоря, животные содержатся здесь не для показа посетителям, а для других целей. Так, например, Аскания Нова снабжает молодняком многие зоопарки Советского Союза, но главным образом животных здесь разводят для того, чтобы заселять ими заказники и другие территории, восстанавливая там истребленных некогда диких животных. Вот почему здесь так много прекрасных стад благородных оленей, отлично выхоженных пятнистых оленей и моралов, которые сейчас так доверчиво окружили нашу повозку. Какой необычайной красоты картины предстают здесь вашему взору. Бескрайнее голубое небо, каким его можно увидеть только над безграничными долинами Востока, желтоватая зеленая степь, мирно пасущаяся стада диких животных. Я снимаю, снимаю, снимаю без конца. Кого я только не заснял на пленку. Тут и антилопы, нильгау, и степные орлы, олени вопите, моралы. Посчастливилось мне снять стайки краснозобых казарок и индийских гусей. Но когда наша лошадка наконец перед заходом солнца поворачивает к дому, и я начинаю упаковывать свою аппаратуру, то обнаруживаю, что один из моих объективов потерян. теперь он лежит где-нибудь в высокой траве на площади размером в несколько квадратных километров. Пойди, найди. Я имел неосторожность сказать об этой потере моему провожатому и никак не ожидал, что это вызовет такую реакцию. Один из всадников тотчас же скачет в деревню, привозит оттуда телегу, набитую школьниками, которых расставляют цепочкой для прочесывания местности. Боже мой, вот уж не ожидал, что вызову своим неосторожным сообщением такую сумятицу. Напрасно я пытаюсь убедить своих спутников, что объектив хорошо застрахован и что нет никакой необходимости его так тщательно разыскивать. Какое там? Это будет настоящий позор, если вы уедете отсюда, потеряв такую необходимую для вашей работы вещь, ответил мне на это Лобанов. Он оказался настоящим следопытом, отмерил кусок степи, где мы примерно могли проезжать, по самым незаметным вмятинам в траве находил места, где мы останавливались и фотографировали, и места, по которым проносились галопом бизоны. Постепенно становилось все темнее, и, наконец, радостный вопль. Один из школьников все-таки нашел объектив. Я бы никогда не поверил, что подобное вообще возможно на этакой огромной степной равнине. Но о том, что у меня где-то свалился с телеги еще и экспонометр, я решил лучше промолчать, иначе бы все участники этой операции остались без ужина. «Когда я хожу сейчас по Скани иного, то ловлю себя на том, что стараюсь посмотреть на все глазами покойного Фридриха Фальцфейна. Это потому, что я перед самым отъездом суда прочел воспоминания о нем, написанные его братом. Разумеется, он нашел бы здесь новые современные постройки конюшни, но и его старые еще стоят на месте. Значит, они были построены добротно и прочно, раз сохранились здесь с начала века». В Аскании и Нова построены новые современные антилопники, новые вольеры на площади свыше двух с половиной тысяч га, заложен новый парк на площади сто гектаров, зоопарк регулярно пополняется новыми животными. Как много времени уже прошло с тех пор. Между прочим, я узнал, что один гибридный жеребец, полученный от скрещивания зебры с лошадью Пржевальского, появившийся на свет в 1929 году, умер только несколько недель тому назад в возрасте 34 лет. Настоящий долгожитель среди лошадиных. Нескольких крупных антилоп канн здесь ежедневно доят словно коров. Они дают в среднем по 2 литра молока в день, иногда даже по 6, а удой у одной канны достигает даже 7 литров. Меня угостили стаканом такого молока из холодильника. Впервые в жизни мне пришлось попробовать молоко антилоп. По вкусу оно мало отличается от коровьего, только намного жирнее. Его дают здесь больным в близлежащем госпитале. В соседнем отсеке конюшни я обнаружил парочку молодых антилоп, больших куду. Они кажутся мне ужасно знакомыми. Где-то я их только недавно видел. Особенно знакомыми, потому что в ушах у них алюминиевые метки. Ведь в нашем франкфуртском зоопарке все новорожденные копытные получают ушные метки, чтобы потом всегда было легко определить, когда они родились и откуда родом. И действительно, во дворе я обнаружил два новых ящика с надписью «Зоопарк Франкфурт». Этих животных мы недавно продали голландскому звероторговцу, а уж он перепродал их дальше суда. Значит, они проделали то же самое долгое путешествие, что и я, и кружным путем добрались по Советскому Союзу почти до самого Черного моря. Ах вы, дорогие мои франкфуртские куду! Далеко же вас, однако, занесло. Но будем надеяться, что ехали вы сюда не напрасно и станете родоначальниками асканийского стада куду. Глава четвертая «Рыси, возвращайтесь назад!» Жертвы оказывались обезглавленными. Ручная рысь Линда Манна в качестве подопытной модели безопасны для человек. Так ли уж зоркие рысьи глаза? Рыси владеют земельными участками величиной с целое поместье. Удивительные находки стали попадаться в марте и апреле 1959 года в районе озера Бодензей вокруг местечка Месскирх у Уберлингена. Это были мертвые косули, у которых головы почему-то были отрезаны и куда-то запрятаны. Уже заподозрили было, что это дело рук каких-то садистов, но тут лесничий Хайгле рано утром на рассвете обнаружил злоумышленника. Перед ним стояла самая настоящая рысь. Их разделяли всего каких-нибудь четыре метра, поэтому лесничему удалось хорошо разглядеть и кисточки на ушах, и короткий хвост, и бакенбарды, и даже темные пятна на шкуре. Какое-то мгновение зверь пристально разглядывал человека, а затем бесшумно исчез в кустах. По свидетельству охотника Берглунда, в Швеции появление рыси тоже замечают именно по находкам обезглавленных жертв, в особенности если это косули. Но каким образом рысь попала в окрестности Бодензей, может быть, удрала из какого-нибудь зоопарка или странствующего зверинца, или сбежала при перевозке животных по железной дороге. Вообще-то подобное вполне возможно. Сбежали же в 1936 году три рыси из мюнхенского зоопарка Хеллебрун, и никто не поднимал по этому поводу особого шума. Одна из беглянок прожила на воле по крайней мере до 1950 года, что было доказано очевидцами. И что немаловажно, за это время рысь ни разу не нанесла ущерба домашнему скоту. Тем не менее, последние рыси в Баварии были застрелены еще в 1850 году, в Вюртемберге в 1846 а в соседней Швейцарии последний представитель этих джентльменов удачи испустил дух в 1872 году в районе Граубюндена. С тех пор от рыси осталось лишь одно воспоминание в немецком языке, а именно когда кто-то обладает очень острым зрением, то о нем говорят, что у него рысьи глаза. На необычайную остроту зрения у рыси указывал еще старый доктор Конрад Гесснер в своей книге о зверях, вышедшей в Цюрихе в 1557 году. «Своими глазами она зрит сквозь древо и камень», пишет автор, и дальше утверждает уже совсем фантастические вещи, якобы рысь так тщательно зарывает свои экскременты для того, чтобы из них впоследствии получились драгоценные камни. Так что же, у рысьи на самом деле такое уж сказочно острое зрение? Вольдемару Линдеманну удалось досконально изучить этот вопрос, работая в 30-х годах в Беловежском заповеднике, в польском девственном лесу. В свое время и в этом национальном парке всемирно известной родине зубров старательно истребили всех крупных хищников, рысей, медведей и волков. В результате чрезмерно размножились косули и олени, которые начали повреждать в больших количествах молодые деревца, и так как больше никто не выбраковывал слабых и больных особей, они стали вырождаться. У оленей сейчас редко можно встретить роскошные ветвистые рога, и поэтому у охотников исчезло желание за ними охотиться, таким образом численность копытных начала угрожающе нарастать. Польша после Первой мировой войны приняла решение вновь заселить девственный лес животными. Рыси и волки сами пришли из соседних с Беловежской пущей областей, а медведей, правда, не без некоторых трудностей, удалось привезти туда из зоопарков. Сотня рысей, живущих теперь в пуще, ежегодно с ноября по март режет от 200 до 300 больных и слабых косуль и оленей. Это составляет примерно 10-15 процентов от всего их поголовья. Рысь умерщевляет свою добычу молниеносно, перекусывает шейные позвонки и потом зачастую отделяет голову от туловища и прячет ее в каком-нибудь укромном месте. Так что смерть в лапах такого хищника, как рысь, во многих случаях наступает даже быстрее, чем от пули охотника. Рысь способна в течение 4-6 часов проглотить до 5 килограммов мяса. Так что с тех пор, как в Беловежье снова появились волки и рыси, численность косуль и оленей сократилась, но вовсе не катастрофически. Просто в природе наступило биологическое равновесие. Зато те особи, что остаются жить, бывают значительно крупнее и здоровее, чем прежде. Так вот, именно в этом знаменитом лесу Линдеманну в мае 1935 года посчастливилось найти двух еще слепых котят, детенышей рыси. Он принес их домой и дал им домашнюю кошку в качестве кормилица. Рыся-то оказались самцом и самочкой, назвали их Мур и Линка, и как только у них прорезались глазки, они начали играть и резвиться, как самые обычные котята. Игрушками им служили собственный хвост или хвост и уши другого, деревянные шарики или кусок оленей шкуры. Они ласкались к своему хозяину, в возрасте десяти недель уже каждый знал свою кличку и тотчас же являлся назов. Рысят, резвящихся в лесу, Линдеман без труда вызывал свистом или определенной командой. Линку даже удалось отучить от горячо любимой охоты на домашнюю птицу. Мур же никак не мог отказать себе в этом удовольствии, несмотря на то, что проштрафившись, бывал каждый раз сурово наказан. Но если уж он гнался за добычей, то все крики, свисты и команды были напрасны. на всех прочих людей рыси попросту не обращали никакого внимания. И если Линка еще позволяла кое-кому гладить себя по спинке, то Мур не допускал подобных фамильярностей и сразу же поворачивался и уходил. Чем старше он становился, тем нелюбезнее делался. Однажды Мур, стоя возле крыльца, поедал брошенный ему кусок мяса, когда мимо проходила служанка, причем даже не очень близко, шагах в десяти от него. Вдруг зверь в бешенстве прыгнул на ничего не подозревающую девушку и, не выпуская мяса из пасти, разорвал ей когтями бедро. Пришлось Мурру примерно в годовалом возрасте перекочевать в Варшавский зоопарк. Линка же продолжала жить у Линдемана и никогда не проявляла себя враждебно по отношению к людям, но только к людям. собак обе рыси злобно ненавидели и старались немедленно умертвить. Рыси явно избегали воды. Никакими лакомствами невозможно было заманить их в какой-нибудь ручей или пруд. При этом они прекрасно умели плавать, что выяснилось во время половодия. По ночам они часто, пристально не мигая, смотрели на луну. Она словно завораживала их своим колдовским светом. Тогда они часами способны были сидеть на подоконнике и, подняв к небу голову, тихонько подвывать. Полувозрелый самка-рыси становится только на втором году жизни, а самец на третьем. Увидев впервые в своей жизни снег, рысята сначала осторожно его обследовали, а потом разом окунулись в сугроб и принялись с явным удовольствием в нем валяться. Во время своих прогулок с хозяином они всегда старались держаться в тени деревьев или кустарника, а не выходить в открытое поле. Пересеченную местность предпочитали равнинной. Ежели шел дождь, они становились вялыми и приходили в дурное настроение. Грозы боялись страшно. Стоило блеснуть молнии и ударить грому, как они молниеносно исчезали под кроватью или еще в каких-нибудь укромных уголках. Когда владелец выпускал их по утрам из сарая, где они теперь спали, они его неизменно радостно приветствовали, терлись головами о его руки или одежду и проводили мягкой лапой с втянутыми когтями по его ногам. Поскольку к нему они относились совсем иначе, чем к другим людям, Линдеман решил выяснить, по каким отличительным признакам они его собственно узнают. Он переоделся в одежду одного из егерей, который был одного с ним роста и примерно той же комплекции, а на него надел свой костюм. однако когда тот вошел в помещение крысям, те все равно не стали его приветствовать, а к Линдеману, надевшему на лицо маску, они сначала приблизились с некоторой опаской, но дотронувшись до его рук и ног, сразу же словно преобразились. Стоило же их хозяину заговорить под маской своим голосом, они уже в полном восторге подпрыгивали возле него и урчали от удовольствия. Однажды Линдеман решил явиться к ним в женской одежде. Пока он молчал, потребовалось немало времени, чтобы сломить их недоверие, в особенности у Мура. Когда же он помимо женской одежды напялил себе на лицо еще и маску, они вообще перестали обращать на него внимание и обиженно ушли. Но как только он заговорил с ними обычным голосом, они сначала робко, но затем решительнее приблизились к нему и, наконец, узнали. Линке иногда разрешалось залезать к своему хозяину в постель. Она это ужасно любила. Но если в кровати спал кто-нибудь посторонний, она ни за что не соглашалась там лежать. После того, как Мурра пришлось отправить в Варшаву, Линка особенно сильно привязалась к своему другу человеку. Все, что ей удавалось добыть во время прогулки, будь то мышь или молодая косуля, она притаскивала, клала перед ним на землю и пытливо заглядывала в глаза. Ну, бери же! Передней лапой она перекатывала добычу из стороны в сторону до тех пор, пока он не брал ее в руки. Осенью следующего года кончался контракт с польским управлением лесного хозяйства, по которому Линдеман работал в лесничестве и надо было уезжать. Пришлось с тяжелым сердцем отдать Линку в тот же варшавский зоопарк. Но поскольку она была такой миролюбивой, ее там не стали сажать в клетку, а держали на тонкой цепочке, которая на колечке скользила вдоль туго натянутой проволоки, как держит многих цепных собак. И еще год спустя она узнавала своего бывшего хозяина среди сотен людей. Она поднималась на задние лапы, клала ему передние на плечи, и как во времена своего детства принималась лизать шершавым языком это дорогое ее сердцу лицо. Дикие животные, ставшие такими ручными, представляют собой большую ценность для этолога, ученого, изучающего поведение животных. И Вольдемар Линдеман, работая в лесничестве, разумеется, не упустил возможности основательно использовать ручных рысей для постановки научных опытов. Так по его заказу была изготовлена деревянная вышка и установлена на самом высоком месте прямого как стрела шоссе, ведущего через Беловеж. Стены вышки были снабжены подвижными щитами. С высоты трех метров просматривалась вся дорога. От этой вышки тянулась вдоль шоссе электропроводка, где через каждые 50 метров были вкручены лампочки, с помощью которых Линдеман давал команды своим помощникам. На каком-то определенном расстоянии от вышки, поперек дороги, протягивали тонкую проволоку. На ней подвешивались на крючках чучело разных животных, на которых обычно охотится рысь, и помощники Линдемана, дергая за тоненький шнур, тянули их через дорогу. Бежала такая жертва в весьма естественной позе, и не прямо, а рывками, зигзагами, прыжками, что достигалось различным подергиванием шнура. Здесь было и чучело пятнистого кролика, заяц-русак, лесная мышь и заяц-беляк. Рысь находилась вместе с следователем на вышке, и по ее реакции определяли, на каком расстоянии она способна заметить ту или иную добычу. Во время приготовления дорогу от нее заслоняли щитом и открывали только перед самым пуском добыч. И так, потому как рысь начинала рваться и тянуть за шейник, исследователь без особого труда мог определить, обнаружила ли она мнимую жертву или нет. Таким способом удалось перепроверить утверждение старого доктора Конрада Гесснера относительно необыкновенной зоркости рысьих глаз. И что же выяснилось? Когда выпадал снег, Линке удавалось различить зайца-беляка только на расстоянии 25 метров. Серого же зайца русака на расстоянии 300 метров, кролика в 325 метрах, косулю в 500. Даже маленькую мышку рысь обнаруживала на расстоянии 75 метров. Летом же все было наоборот. Белика она прекрасно замечала на расстоянии 350 метров, точно так же, как косулю. И это только лишний раз доказывает, какую важную роль для животного, на которого охотятся, играет защитная окраска. Мышь рысь обнаруживала летом только в 50 метрах от себя. Зайца-русака в 225 метрах, кролика в 300. Светлой летней ночью рысе удавалось еще заметить зайца-белика, когда он перебегал дорогу в 200 метрах, а зайца-русака в 125 метрах. Между прочим, человек видел все то же самое, ничуть не хуже, а иногда и лучше. Правда, следует учесть, что он знал, где именно добыча должна появиться. Так что ничего уж такого сверхъестественного рысьи глаза собой не представляют и, разумеется, не способны зрить сквозь древо и камень. Тем не менее, Линка однажды явственно проследила, что можно было видеть, наблюдая за ее глазами и головой, конюка, описывавшего круги в небе на расстоянии трех километров. Размах крыльев конюка около одного и двух десятых метра. Между прочим, еще никогда не случалось, чтобы живущая на воле рысь напала на человека. Вот собак они, правда, не боятся даже в тех случаях, когда какая-нибудь свора загоняет их на дерево. Если на собаках не надеты колючие панцири, защищающие шею и грудь, то рассверепевшая рысь может их сильно поранить и даже умертвить. В наши дни рысь в Польше стала снова постоянным обитателем и находятся под охраной управления лесным хозяйством. В центральных районах Швеции теперь по причине массового переселения из деревень в города лесные местности значительно меньше заселены и реже посещаются людьми, чем пятьдесят лет тому назад. Поэтому и рысей там стало больше. Теперь их в Швеции двести пятьдесят штук. Около тысячи в Румынии. Из Чехословакии недавно сообщили, что у них четыреста голов, а финны вот начисто истребили у себя рысь, как вредного хищника. Теперь разве что изредка какая-нибудь из них забежит из Советского Союза в качестве нарушителя границ. Но другие оседлые хищники, такие как волки, медведи и росомахи, продолжают обитать и в Финляндии. В Европе каждая рысь владеет собственным охотничьим участком, иногда достигающим тысячи гектаров. Размер участка зависит от того, что в нем можно поймать и съесть. Биолог по имени Жак Саундерс между 1956 и 1961 годами отловил и поместил на Ньюфаунленде 50 канадских рысей. 31 из них он затем в общей сложности 52 раза отлавливал повторно и, кроме того, тщательно изучал их следы на снегу. Помеченные особи пробегали расстояние до 10,5 километров, но в среднем по 4,2 километра. Территории трех рысей, точно определенные по снежным тропам, составляли последовательно 15,6 десятых, 18,2 и 20,8 квадратных километров. Зимой рысь добывает в европейских лесах, помимо больных и ослабевших косуль, еще и белок, лис, молодых диких кабанов и с особым пристрастием преследует одичавших кошек. В бесснежные зимы ей с дикими копытными везет меньше. Тогда ей приходится переключаться на водяных крыс и рыб, оставшихся после половодия в бочажках или на старых и ослабевших сурков, иногда на отбившихся от стада овец. В годы обильного выплода майских жуков рысь лакомится ими вовсю. На Ньюфаундленде Саундерс исследовал содержимое желудков у 206 убитых рысей, да еще в придачу 220 кучек экскрементов, в 116 случаях наверняка, а в 104 предположительно принадлежащих рысям. За все пять лет, во время которых проводились исследования, во все сезоны 73% их содержимого составляли зайцы-беляки, 21% составляли птицы, в основном весной и летом, мыши составляли 14%, причем чаще в бесснежное время. Остатки от съеденного мяса крупной дичи встречались в 20%, причем в основном осенью и зимой. Остатков от поедания домашних животных не было встречено ни разу. во время планомерных троплений, проведенных зимой в Швеции с 1956 по 1965 год под руководством опытного охотоведа Бертела Хаглунда было выявлено, что там основной добычей рыси служат северные олени, косули и зайцы-беляки. В одной трети случаев, как удалось прочесть по следам, нападения рыси на косули оказывались безрезультатными. На зайцев даже две трети случаев кончались ничем. Расстояние от одной дневной лёжки рыси до другой составляло в среднем 7,6 километра. За одну ночь рысь редко ловит больше одной жертвы. Подкрадывается она к ней с величайшей осторожностью и бросок свой старается совершить с расстояния не превышающего 20 метров. Наиболее успешной, согласно наблюдениям, бывала у шведских рысь и охота на северных оленей. Даже взрослый олень не в состоянии стряхнуть с себя вцепившуюся ему в шею рысь. Смертельная схватка обычно заканчивается быстро. Жертва не в силах бывает пробежать и 50 метров. По охотничьему участку каждой отдельной особи ведут раз и навсегда протоптанные тропинки. Там всегда есть излюбленные привычные места лёжки и водопои. У старых сильных самцов имеются специальные площадки для брачных игр. Самки прибегают туда даже издалека, чтобы спариться с самцом. Самцы послабей не решаются приблизиться к таким местам, ревниво и злобно охраняемым их владельцами. Они обходят их на почтительном зачастую километровом расстоянии. Но зато вокруг может скопиться сразу несколько молодых, еще не вошедших в полную силу самцов, которые уж постараются сообща позаботиться о любой самке, не добившейся успеха на главной брачной площадке. А такое случается нередко, потому что господствующие там фаворитки гарема стараются прогнать прибежавшую невесть откуда новенькую. Личная жизнь у рысей, как мы видим, складывается в основном из встреч и расставаний. Так, на одной такой площадке для брачных игр в Восточных Карпатах зимой было поймано в капкан четырнадцать рысей. У этих кистиухих хищников свадьбы празднуются не в мае, а с января по март. А в мае у них уже котят. Свои логово для принесения потомства самки-рыси устраивают в заброшенных борсучьих норах или в естественных нишах, например, под навесом скал. Видимо, боясь, как бы их родильные дома не были обнаружены, мамаши-рыси никогда вблизи них не охотятся, а промышляют на километровом расстоянии от логова. Даже забредшую в окрестности логова косулю в таком случае стараются не замечать и не трогают. У рыси, достигающей в длину одного метра тридцати сантиметров и весящей до сорока пяти килограммов практически нет врагов. Разве что филины или орлы способны при случае похитить детеныша-рысь. Впрочем, и волк может представлять опасность для рысенка точно так же, как рысь для волчонка. Поэтому рысий род расселился бы довольно широко по свету, если бы его так упорно не истреблял его единственный и главный враг человек. Северный вид рысий заселяет Европу, Азию и Канаду. Дальше к югу обитает так называемая пардовая рысь, несколько меньшего размера и более пятнистая. Встречается она на юге Испании и в Южной Азии. Еще дальше к югу живут совсем небольшие стройные однотонно песочного цвета пустынные рыси или Каракалы. Родина этих элегантных созданий Индия, южные районы Средней Азии, Передняя Азия и Африка. До какого возраста способна дожить рысь, пока удалось узнать лишь из сведений, полученных в зоопарках. Так, в Аугсбургском зоопарке семнадцатилетнюю рысь пришлось усыпить по причине старческой немощи. В зоопарке Скансен в Швеции парочка рысей в течение нескольких лет подряд производила на свет потомство по два-три детеныша в помете. В одном отношении эти кошачьи нас определенно превосходят. Они слышат гораздо лучше человек. Так рыси Линдемана улавливали звук полицейского свистка даже на расстоянии четыре с половиной километра. В то время как его сеттер слышал свисток лишь за три с половиной километра. Терьер и деревенские беспородные псы за три и две десятых километра. А люди улавливали эту трель только на расстоянии два с половиной километра. Что касается обоняния, то тут рыси заслуживают пожалуй не более высокой оценки, чем мы с вами. Владелец Мурра и Линки проделывал и ряд других опытов. Он построил например длинный зигзагообразный проход, в который выпускал своих питомцев, предварительно заклеив им глаза лейкопластырем. Вслепую они наполовину меньше натыкались на стены, чем домашние кошки. Следовательно, осязание у рысей развито особенно хорошо. С памятью дело у них обстояло следующим образом. Когда Линдеман на виду у Мура и Линки прятал под одну из опрокинутых на полу мисок кусок мяса, то Линка помнила, под которой из них лежало мясо еще в течение полутора часов, а Мур даже в течение трех. они направлялись прямиком к нужной миске и старались лапой ее перевернуть. Один из моих волков, живущий у меня дома, запоминал в подобной же ситуации только на пять минут, куда я прятал мясо, а моя собака на шестьдесят минут. Однако, когда рыси сами что-нибудь прятали, то запоминали по крайней мере на четыре дня, куда они зарыли свои запасы. Должен сказать, что сейчас рыси снова понемногу завоевывают свои старые позиции в Средней Европе. Даже в Дании, где последняя рысь была застрелена еще в 1689 году, один плотник по фамилии Педерсен зимой 1964 года в лесу возле Зюдфолстера уложил на повал крупную рысь. Рысь, видимо, перебежал туда по льду из Польши. Увеличилось количество кистюхих кошек и в Норвегии, где они были уже почти полностью истреблены. В Польше в 1963 году было учтено 330 штук. В саксонских лесах уже неоднократно были замечены следы рысей, а поскольку польские и советские специалисты отмечают, что за последние годы прослеживается явное распространение этого вида на запад, то можно ожидать, что скоро этих красивых крупных хищников снова можно будет увидеть в ГДР и Западной Германии. Поскольку они не представляют опасности ни для домашнего скота, ни для людей, то они здесь уже заранее объявлены охраняемым видом. Так что добро пожаловать, дорогие рыси. Глава пятая. Поездка в советский бобровый заповедник. 200 местностей названы в честь бобров. Три беды бобров, дровосеки, не вредящие лесу, бобровые струя и бобровые шапки. Бобры снова заселяют Советский Союз. Ей-богу, есть смысл сесть вечером в Москве в скорый поезд, отъезжающий на юг, провести 10 часов в спальном вагоне, да еще в обществе молодой дамы, с тем, чтобы наутро иметь возможность в самой непосредственной близи любоваться бобрами. За год перед этим я пробовал сделать то же самое в канадских скалистых горах Рокки Маунтин. Каждый день я выезжал на машине из городка Джаспер к берегам реки Гайки с тем, чтобы поснимать бобров. Но, увы, эти черницы появлялись лишь к вечеру, перед самым заходом солнца, когда ни о какой съемке уже не могло быть и речи. Вот тогда-то они и принимались плавать по подпруженному ими же самими маленькому озерцу. Бобры рассекали своими массивными головами зеркальную поверхность вод, с громким всплеском заныривали, снова появлялись со дна с корневищами кувшинок в зубах и принимались их смачно жевать. А покрытые снегом зубцы прекрасных скалистых гор бесстрастно отражались в прозрачной синей воде. И ничего тут не поделаешь? К сожалению, грызуны эти активны в основном с захода солнца до полуночи, а к утру их уже трудно увидеть, так что со съемкой дело было плохо. А вот здесь, в Советском Союзе, обстоятельства как будто складывались для меня более обнадеживающе. Рядом с сотнями диких бобров в Воронежском заповеднике живут и почти ручные, привыкшие к присутствию человека животные, а также несколько бобров производителей, которых содержат в специально отгороженных вольерах. Спальный вагон громыхает по рельсам бегущим через бесконечные ровные, как стол равнины, а за окном долгий и светлый июньский вечер. Мы с удовольствием пьем чай с сахаром и лимоном, заедая его печеньем. Мимо нас пролетают деревни, леса, фабрики, бескрайние пшеничные поля, а горизонт тем временем начинает затягивать блеклой дымкой поздних сумерек. Такие светлые летние ночи, когда совершенно неохота спать, располагают к тихой неторопливой беседе. Переводчица, будучи горожанкой, поначалу несколько удивлялась тому, что из-за животных можно вот так разъезжать по свету, как это делаю я. Бобра она видела всего один раз, и то в зоопарке, а на воле ни разу. Но это и не удивительно. Кто вообще может похвастаться тем, что встречал где-либо живого бобра в естественных условиях? Прежде они, правда, обитали в Северной Америке, Европе и Азии, на всех ручьях и прудах всюду, где только произрастали ива, береза и осина. В Ирландии их не было никогда. Но зато Англия стала первой страной в Европе, где бобры уже к 12 столетию оказались полностью истребленными. Погибели их способствовали три причины, из которых одна была основана на явном недоразумении, но о них несколько позже. Последнего бобра в Швейцарии убили в 1705 году, недалеко от Базеля, в Рейнланде, в Саксонии бобров истребили в 1840 году, в Баварии к 1850 в Вюртемберге к 1854 в Норд-Рейне Вестфалии последний погиб в 1877 году, в Нижней Саксонии в 1856 году. Теперь одни лишь названия деревень и городов свидетельствуют, что когда-то там обитали эти старательные маленькие строители плотин Биберах по-немецки Бобр Бибер Биберштайн Бибрих А поскольку по-русски, по-польски и чешски это животное именуется Бобро, встречаются такие географические пункты и реки как Бобер, Бобрсбах, Бобиц, Боберов. Только в ГДР и ФРГ можно насчитать более 200 географических названий, явно ведущих свое происхождение от этого самого крупного в северном полушарии грызуна. Если повнимательнее всмотреться в герб города Висбаден-Бибрих, то легко можно понять причину, за что люди так безжалостно истребили этих маленьких гидростроителей. На гербе изображен бобр, держащий в зубах рыбу. Потому что столетиями люди были уверены в том, что зверек, который так хорошо плавает и ныряет, непременно должен питаться рыбой, как это делает, например, выдра. А тот, кто питается тем же, чем и человек, тот по детски наивному убеждению, и сегодня еще не полностью изжитому у некоторых охотников и фермеров, является самым, что ни на есть, злостным вредителем, нежелательным конкурентом по добыче пропитания. При этом за прошедшие сотни лет никто ни разу не дал себе труда вскрыть желудок застреленного бобра и посмотреть, что же он все-таки ест. Когда выясняется, что ничего другого, кроме растительного корма, там найти невозможно, все пожимают плечами. К несчастью, мясо самого бобра принято было причислять к рыбным блюдам, поэтому во время долгих постов его, как постное, разрешалось подавать на стол в жареном и вареном виде, чем широко пользовались монастыри и зажиточные горожане. Мясо бобра можно было есть, не боясь оскоромец. Причислить бобра к рыбам оказалось возможным не только из-за его водного образа жизни, но еще и потому, что его утолщенный хвост по форме напоминает рыбий, да к тому же еще покрыт чем-то вроде чешуи. Иезуитский патер Шар-Ле-Вуа в 1754 году писал «Судя по его хвосту, это самая настоящая рыба, и он официальным образом причислен к этим животным медицинским факультетам в Париже». А уже согласно такому заключению, теологический факультет пришел к выводу, что мясо его можно есть и во время поста. Вторая беда бобра заключается в том, что у него на брюхе имеются две железы, причем как у самцов, так и у самок. Выделение этих желез, так называемая бобровая струя, считалось лекарством практически от всех болезней. Так врач Иоганас Мариус опубликовал в 1685 году в Аугсбурге некий трактат под названием «Кастрология» с двумя стами различными рецептами. Он тоже считал, что бобры поедают рыб, саламандр и лягушек. Считалось, что бобровая струя, помимо всех своих других лицебных качеств, излечивает от ревматизма, ломоты в суставах, поднимает жизненный тонус больного и, кроме того, может оживить умирающего. Однако тщательнейшее химическое исследование этого вещества выявило, что из всех его составных частей, разве что салициловой кислоте можно приписать целебные свойства, а больше ничему. Вырабатывается салициловая кислота из ивовой коры, основного продукта питания бобров. На сегодняшний день химическая промышленность свободно изготавляет производные салициловой кислоты, притом совсем дешевым способом, в частности для широко распространенного аспирина. Таким образом можно считать, что химия спасла бобрам жизнь. А в 1852 году за бобровую струю платили 720 марок, по тогдашним ценам огромные деньги. В сыром виде бобровые струя, изъятые из железы самца, весят от 50 до 170 граммов. В продажу она поступала в виде бурой, вязкой, сильно пахнущей пасты, смеси из различных масел, смол, жиров и салицила. Сегодня никто уже за этим снадобьем не гоняется, и никто не согласится платить за него такие деньги. Однако в немецком официальном прейскуранте на фармацевтические изделия, где разного рода пережитки еще годами перетаскиваются из-за здания в издании, в том и вышедшем уже в 1962 году, все еще указана цена за бобровую струю 1 грамм 55 фенигов. Запах едкий, напоминающий валерьян, вкус ароматный, горьковатый и острый. Можно прочесть в том же издании. Сильно пахнущим веществом, которые выделяют бобры из расположенных сзади желез, они маркируют определенные пункты своего охотничьего и жилого участка, чтобы бобры из других семей могли распознать, что это чужая собственность. Трапперы в Северной Америке очень быстро нашли способ, как приманить бобра к капкану. Достаточно только обмазать его бобровой струей, как начнут сбегаться со всей округи бобры и, возмущенные чужим запахом, постараются перебить его своим собственным. При этом они непременно попадут в капкан. Уже по одному тому, что в средние века бобровые хвосты считались особым лакомством и есть их разрешалось только дворянскому сословию, можно судить о том, как со временем меняются вкусы. Думаю, что сегодня немного нашлось бы любителей, кто согласился бы их отведать. Но что касается бобровых мехов, то они, как и прежде, остались вожделенной мечтой всякого франта. И в этом заключается третья беда бобров. Тело бобра сверху покрыто длинными остевыми волосками, намокающими в воде. Поэтому, выходя на берег, он выглядит всегда таким всклокоченным, словно мокрая щетка. Но зато подшерсток у него удивительно густой, теплый и мягкий, притом он красивого коричневого оттенка. Бобр тщательно натирает руками этот подшерсток маслянистым секретом из специальной железы, чтобы в воде он не намокал. Под водой длинные верхние волосы плотно прикрывают нежный подшерсток наподобие плаща. В шерсти задерживается воздух, и таким образом ни она сама, ни кожа под ней не намокают. Выйдя из воды, бобр никогда не отряхивается, как это делают например собаки, а проводя руками вдоль тела, как бы выжимают воду из своего плаща, чтобы поменьше влаги занести в жилище. Дабы беспрепятственно получить возможность добраться до бобровых шкур и бобровой струи, в прежние времена бобрам, помимо поедания рыб, инкриминировали еще и то, что они, строя плотины, умышленно затопляют луга и пастбище, да к тому же еще валит лес. Так, например, Фридрих Великий в 1765 году отменил все и всякие запреты на истребление бобра, так что всем, кому не лень разрешалось отстреливать и отлавливать этих вредителей. В 18 веке в Пруссии в течение целого столетия на них была разрешена свободная охота. Вскоре они там исчезли полностью. В Литве они тоже стали столь редкими, что уже в 1566 году цена бобра равнялась цене лошади. Маленькие трудолюбивые гидростроители исчезли также из всей Франции. Сегодня еще какая-то сотня их обитает под тщательной охраной в Дельтероны и ее притоков. Источником вечных забот и опасений для всех, кто радеет о родной природе, служат последние бобры, чудом сохранившиеся на среднем течении Эльбы между Торгау и Магдебургом. В 1913 году их было всего 188. Затем поголовье бобровой колонии несколько выросло во время Первой мировой войны, когда большинство браконьеров призвали в армию, и к 1919 году их было уже 272. Но затем поголовье бобров снова пошло резко на уболь, и к 1925 году их опять осталось всего 100 экземпляров. Потом оно опять выросло до 210 к 1945 году и снова упало до 100 в 1948 году. Прямо отчетливое отражение политической истории нашего государства. В 1964 году подсчет дал опять 174 экземпляра, 16 из которых обитало в Шорфхайде и происходило от родоначальников, выпущенных в этих местах до Второй мировой войны. В Мекленбурге ГДР Говорят, живут 4-6 бобров родом из Воронежа, привезенных туда специально для акклиматизации. Только в ФРГ не было ни одного. За последние два десятилетия нам удалось расселить бобров и в ФРГ. В 70-х годах ФРГ получило несколько пар бобров из Воронежского заповедника и из ГДР. В некоторых районах ФРГ бобры образовали уже устойчивые популяции и расселяются по водоемам страны. Раздобыть их было чрезвычайно трудно, потому что нам не хотелось использовать для этой цели канадских бобров, которые имеются во всех зоологических парках Западной Европы. Шведы никак не могли изловить для нас у себя хоть несколько экземпляров. У ГДР своих было мало. И наконец мне удалось получить небольшую партию из Советского Союза, так что у нас теперь обитают именно русские бобры. И вот теперь Немецкий Союз Охраны Природы планирует завести и поселить бобров на озере Шалзе в Шлезвеггольштейне или у Тирольских Альп в Тирольской Ахе в Верхней Баварии. В начале века был такой случай. Частный аквариум в Берлине, демонстрировавший посетителям на Унтерден Линден разных водных животных, тайно приобрел одного из обитавших на Эльбе бобров. Слух об этом дошел до властей, и бобра было предписано вернуть на место. Обиженный владелец ослушаться не посмел, однако предварительно обменял немецкого бобра на канадского. И вполне могло бы статься, что бобровая колония на Эльбе перемешалась бы с канадскими бобраве и перестала быть чистокровной популяцией, если бы не счастливая случайность. Полуручной канадец сразу же после отъезда государственной комиссии, водворившей его на новое местожительство, вылез из вод Эльбы и добровольно залез назад в ящик, в котором его привезли, не пожелав воспользоваться прелестями вольной жизни, пришлось везти его назад в Берлин. Аналогичные неудачи постигли людей, пытавшихся в 1830 году акклиматизировать бобров в Ранденбурге близ Потсдама. Все их старания не увенчались успехом. Когда после второй попытки у выпущенной парочки годами не появлялось потомство, у энтузиастов опустились руки. Но потом, после смерти зверьков, их хорошенько осмотрели, и выяснилось, что это два самца. И в России бобрам тоже пришлось отступить перед натиском людей. К моменту падения царской власти в этом огромном государстве бобры сохранились лишь в нескольких местах возле Воронежа, в Белоруссии, в Туве, на берегах Енисея. Число их не превышало 900 голов. После установления советской власти бобров начали строго охранять. И охраняют по сей день, несмотря на то, что по голове их выросло до 40 тысяч экземпляров. Основным пунктом, откуда их расселяют в новые места обитания, служит Воронежская область. Вот именно туда-то нас сейчас и мчит скорый поезд. Но прежде мне хочется рассказать еще о бобровой трагедии, разыгравшейся в Северной Америке. Там приблизительно к 1600 году обитало еще от 60 до 100 миллионов бобров, за которыми охотились, но одновременно и охраняли и обожествляли их индейцы. Согласно поверьям индейцев великий дух Маниту создал сначала бобров, а потом уж людей. Некоторые индейские племена считали себя потомками большого бобра, называли бобров своими маленькими братьями, никогда не истребляли целых семей бобров, не убивали самок с детенышами, а косточки, оставшиеся от съеденного бобра, аккуратно собирали и относили назад в воду, чтобы они ни в коем случае не достались собакам. Европейцы же лихорадочно накинулись на бобров, как только попали в новый свет. Одна из старейших торговых компаний, компания Гудзонова залива, существующая и поныне, была основана в основном ради добычи бобровых шкур и их экспорта. Немало было воин с индейцами, восстававшими против истребления своих маленьких друзей бобров. Компания Гудзонова залива до 1800 года вывозила ежегодно по 50 тысяч бобровых шкур, что по стоимости составляло порой половину всего американского экспорта. Ведь бобровая шкура уже в те времена в самых диких местностях стоила целый доллар, а трапперам и вообще всякому приезжему на диком западе и севере приходилось все, что им было необходимо оплачивать втридорого мехами. На постоялых дворах торговой компании продовольственные товары отпускались по баснословно высоким ценам. 25 фунтов муки за 5 долларов, фунт солонины за доллар, фунт чаю за 3 доллара, 4 свечки 1 доллар. Тот, кто хотел купить ружье, должен был сложить кучу из бобровых шкур, равную по высоте вертикально поставленному на пол ружью. В те времена многие знаменитые американские состояния были сколочены именно на бобровых шкурах, например, состояние семейства Астер. Ценные бобровые шкуры привлекали торговцев, трапперов и миссионеров. В моде тогда были широкополые, легкие как пушинка, шляпы из бобрового фетра. Боясь, чтобы их не надули шерстью, шляпники предпочитали скупать целиком шкурки, а потом уж сами их состригали. Из одной шкурки получалось полтора фунта шерсти, из чего изготовлялось больше дюжины шляп. Такая шляпа весила подчас всего каких-нибудь пятьдесят граммов. Шляпники тогда умели сортировать шерсть при помощи воздушной струи. Продавались цельные, половинчатые и четвертные шляпы, в зависимости от того, какой слой из заячьей шерсти подкладывался под слой бобровый. Уже к 1663 году за бобровую шкурку платили от 85 до 125 марок. Но своей кульминационной точке экспорт бобровых шкур, осуществлявшейся компанией Гудзонова залива, достиг к 1875 году, когда она продала 207 903 бобровые шкурки. Но потом дела год от года становились хуже и хуже, пока к 1900 году бобры на территории всех Соединенных Штатов, а также на большей части Канады не оказались почти полностью истребленными. Рано утром наш поезд останавливается на станции Графская. Это небольшое селение с базаром посреди лесной местности вблизи Воронежа. Мы пережидаем на перроне пока из встречного поезда местной линии выгрузятся все мужчины и женщины спешащие на работу, а затем пересекаем железнодорожное полотно и входим в вокзальное помещение. Там нас уже ждет директор бобровой фермы и Воронежского заповедника Жарков. Он ведет нас через лес прямиком к зданию церкви с луковичным куполом. Но не успеваю я удивиться, как узнаю, что именно здесь, в бывшем монастыре, разместилась администрация заповедника и Краеведческий музей. Нельзя сказать, чтобы монастырское подворье оказалось самым удобным местом для размещения подобных учреждений, но здание еще вполне крепкое. Сюда в заповедник стекаются студенты и ученые из всего Советского Союза, чтобы проводить здесь научные исследования, потому что Воронежский заповедник прекрасно приспособлен для подобной работы. Он представляет собой как бы лесной остров посреди степи размером в 31 тысячу гектаров и является частью Усманского бора. Охранять эти места начали уже с 1922 года силами местных учреждений, а с 1927 года здесь был основан государственный Воронежский заповедник. В заповеднике теперь водится много видов животных. Рядом с чисто степными видами, такими как суслики, сизоворонка, щурка, здесь можно встретить лесных обитателей, лесного хорька, рядом со степным, зайца беляка, рядом с зайцем русаком, лоси, столь сильно размножившиеся повсюду в Советском Союзе, пришли и сюда, причем сами по своей воле. А вот косуль и олени сюда завезли и акклиматизировали уже давно. Подобное же расселение ценных видов животных производится и во многих других районах страны. В заповеднике работает около ста штатных сотрудников. Но основную славу заповеднику принесли его бобры. Воронежские бобры черного или темно-коричневого цвета. Их здесь около пятисот голов и обитают они вдоль рек Усмани и Ивницы. Каждый год сотню или более отлавливают, обычно в возрасте одного года, и перевозят для расселения в другие области Советского Союза. Воронежские бобры прижились и размножились теперь во многих районах страны. В настоящее время бобры расселены более чем в 75 областях, краях и республиках СССР, и численность их достигла примерно 250-300 тысяч голов. Ежегодно добывают около 10 тысяч бобров. В ГДР тоже было отправлено 40 штук, где они и живут на специальной ферме. Здесь и в Северной Америке за последнее десятилетие было разгадано много секретов, касающихся жизни этих удивительных созданий. Ну, во-первых, конечно, об их способности валить и ошкуривать деревья. Бобр справляется с этим трудоемким процессом, имея для этой цели всего лишь четыре оранжево-желтых резца, два сверху и два снизу. Эти зубы самое главное орудие бобра. Он способен просуществовать без хвоста, без ног, даже ослепнув, но если он, не дай бог, потеряет свои зубы, то через неделю его не станет. Передняя сторона этих длинных, так что они даже высовываются изо рта резцов. Покрыта слоем эмали, точно так же, как и наши зубы. Но задняя сторона зуба эмалью не покрыта и состоит из менее твердого дентина. Когда бобр что-нибудь грызет, то дентин стачивается быстрее, чем эмаль, и таким образом передняя стенка зуба все время остается острой, словно лезвие. Следовательно, эти своеобразные ножи во рту бобра непрерывно самозатачиваются. Кроме того, бобр умеет выдвигать свою нижнюю челюсть с ее двумя резцами вперед и точить таким образом свои ножи друг о друга. Чтобы спилить дерево, бобр упирается верхними резцами в его кору, а нижней челюстью начинает быстро поводить из стороны в сторону. Эти своеобразные ножницы производят от пяти до шести движений в секунду. Между прочим, бобр умеет стянуть свои губы позади зубов так, чтобы иметь возможность грызть дерево и под водой во время ныряния. Тогда вода не попадает ему в рот. Про бобров часто сочиняли разные небылицы. Вроде того, что они якобы валят деревья всегда так, чтобы те падали своей кроной в воду, что они в состоянии рассчитать заранее, как и когда упадет дерево, и поэтому ни один бобр никогда не бывает убит падающим стволом. Кроме того, они якобы умеют специально направлять падение дерева таким образом, чтобы оно не застряло своими ветвями в кронах соседних с ними деревьев, потому что неупавшие на землю зеленые кроны теряют для маленьких дровосеков всякий смысл. Но все это не соответствует действительности. Правда, деревья, стоящие у воды, действительно большей частью падают кроной в воду, но объясняется это совсем иными причинами. Просто ветви дерева, растущие в сторону открытой воды, развиваются лучше и становятся толще и длиннее, а следовательно и перевешивают дерево при его падении. А деревья, растущие подальше от воды и поваленные бобрами, обычно лежат кроны в самых различных направлениях. Бывало и так, что, рухнув, дерево убивало бобра. Правда, подобное случается, видимо, очень-очень редко. Однажды наблюдали, как бобры с великим трудом подрубили толстое дерево, но оно росло на склоне, зацепилось кроной за соседние деревья и сползло вниз всего лишь на какой-нибудь один метр. Тогда бобры еще раз перерубили ствол столь неудачно упавшего дерева, но когда и после этого злополучный ствол, поддерживаемый соседями, сполз вниз всего на небольшой кусок, дровосеки отступились от него и ушли. Охотнее всего бобры валят деревья, стволы которых имеют в поперечнике от 8 до 20 сантиметров. Выбирают для повала чаще всего осину и его тополь. Менее охотно березу и ольху и совсем избегают хвойных деревьев, то есть самую расхожую нашу древесину. Не берутся они валить и твердые породы деревьев, например, дубы. Работает бобр довольно быстро и энергично. Восьмисантиметровую в поперечнике иву он перегрызает за 5 минут, а если дерево толстое, то маленькому дровосеку приходится трудиться над ним несколько ночей подряд. Каждый бобр валит и ошкуривает ежегодно от 200 до 300 стволов. Участок земли в 100 гектаров способен прокормить колонию бобров в течение года полутора лет. Над толстыми стволами бобры трудятся зачастую вдвоем, причем поочередно. Пока один грызет, другой оглядывается по сторонам. Случается, что бобры принимаются перегрызать ствол толщиной больше человеческого торса. В качестве бобрового рекорда зафиксирован тополь высотой 27 метров и полтора метра в поперечнике, которые эти отважные дровосеки спилили однажды в Британской Колумбии. Наиболее удобно для бобров, разумеется, валить деревья, стоящие у самой воды. Во всех же других случаях им приходится сплавлять куски поваленных стволов или отгрызенные от них ветви кратчайшим путем по каналам. Если им еще нужно отранспортировать древесину довольно далеко по воде до своей плотины, это для них не составляет особого труда. Но дальше, чем в двухстах метрах от берега, бобры деревьев не валят. Если все деревья вокруг колонии уже срублены, зверьки, как правило, перекочевывают в другое место. После ухода бобров в лесу возникают все новые бобровые лужайки, очищенные от деревьев поляны и прогалины. Ведь созданные ими при помощи запрут искусственные озера постепенно мелеют и вытекают после того, как маленькие гидротехники перестают латать отверстия в своей плотине. Таким образом, благодаря деятельности бобров естественный ландшафт выгодно видоизменяется. В нем появляется все больше зеленых лугов, удобных пастбищ для диких копытных. Препарируется сваленное дерево так. Лежащий на земле ствол разрезается на куски, причем чем толще ствол тем короче куски. Даже в тех случаях, когда бобры уже унесли все чербачки, можно промерить их длину по кучкам опилок, остающимся возле каждого места распиловки. Самый толстый конец ствола обычно оставляют лежать. Его лишь ошкуривают, а кору съедают. Свежая молодая кора и мягкая древесина вообще основной корм бобра. Такой жесткой пищи соответствует и крепость его зубов. Жевательный жим бобра равняется 80 килограммам, в то время как у человека он составляет лишь 40 килограммов. При этом следует учесть, что бобр весит всего каких-нибудь 18-20 килограммов, самое большее 30. В Воронежском заповеднике каждая семья бобров запасает себе на зиму в качестве провианта в среднем 108 осин от 8 до 35 сантиметров в поперечнике, утапливая их в воде. Помимо этого они зимой обгрызают еще поваленные ветром деревья. В неволе же каждый бобр получает на ферме ежедневно 7 килограммов осиновых веток вместе с корой, 2 килограмма березовых веток, 25 килограммов ивовых. Следовательно, один взрослый бобр поглощает ежегодно 4197 килограммов древесины вместе с корой в придачу к своему обычному зеленому корму, что составляет вместе 7,5 кубических метров древесной продукции. Из 580 различных растений, произрастающих в Воронежской области, бобры используют 148 видов. На суше бобры довольно неуклюжи. Даже человек их легко может догнать. И если им приходится спасаться бегством, они быстро устают. Поэтому многие бобры, обитающие в равнинной богатой влагой местности, прокладывают себе специальные каналы, ведущие к их пастбищным участкам, расположенным иногда довольно далеко от реки. Возможно, такие каналы ведут начало от постоянных тропок, прокладываемых этими животными, которые постепенно утаптываются все глубже и глубже, погружаясь в мягкий влажный грунт, а уж потом бобры их планомерно начинают расширять и углублять, пока те не достигнут глубины примерно 50 сантиметров, так, чтобы бобру удобно было проплывать по ним под водой. По таким каналам удобнее транспортировать и ветки. Добытые в лесу ветки, бобры под водой засовывают срезанным концом глубоко вылистый грунт, так, чтобы они не всплывали. Это прежде всего запасы на зиму, потому что летом они питаются и водяными растениями, и травой, и клубнями водяных кувшинок. Целые плоты из неошкуренных веток зачастую прикрывают входы в жилую крепость. Попав на новое место, бобр чувствует себя привольно только после того, как обеспечит себе убежище, попасть в которое можно только под водой. На крупных реках, где вода обычно не убывает, или на слишком широких, которые невозможно перегородить плотиной, бобры довольствуются простыми береговыми норами, но непременно с двумя, а чаще всего четырьмя-пятью входами. Вот, например, у немецких бобров, проживающих на Эльбе, как правило, именно такие примитивные береговые жилища, выкопанные на отмелях или банках, поэтому их можно назвать банковыми бобрами. Парадный въезд в подобное жилище ведет снизу из-под воды коса кверху, где заканчивается под поверхностью земли. Выкапывается камера шириной примерно в один метр двадцать сантиметров и высотой от сорока до пятидесяти сантиметров. Стены ее изнутри заботливо и старательно разравниваются. Если вода в реке поднимается, пол в жилой камере тоже бывает необходимо приподнять. Для этого бобру достаточно соскрести с потолка соответствующую порцию земли и утрамбовать ее на полу. Как правило, потолочное перекрытие такого блиндажа настолько прочное, что на нем могут стоять сразу несколько человек, не опасаясь провалиться. Однако в случаях, когда бобрам приходится раскапывать нору все дальше кверху, они укрепляют ее тем, что набрасывают сверху кучи веток и хвороста, воздвигая настоящую крепость. Если животное зеркало поднимается все выше и выше, например, тогда, когда бобры запрудили речку плотиной, то такую бобровую хатку приходится все надстраивать и надстраивать, пока она в конце концов не превратится в остров, окруженный со всех сторон водой. Наверное, именно подобным образом возникали в прежние времена эти удивительные бобровые сооружения посреди водоемов. Нынешние бобры, правда, не слишком часто, тоже воздвигают подобные постройки прямо посреди своих запруженных плотиной водохранилищ. С этой целью они громоздят под водой друг на друга пропитанные водой ветки, слепляя их илом, пока такой искусственный остров не будет возвышаться на метр, а то и на два над поверхностью воды. Но если сама крепость, в особенности у бобров, живущих в северных областях, тщательно укрепляется и цементируется илом или глиной, то потолок в ней бывает, наоборот, довольно рыхлым, воздухопроницаемым, чтобы проветривалось помещение. Но, несмотря на это, спутанные и переплетенные меж собой ветки составляют достаточно прочное перекрытие, на которое человеку можно встать ногами и разломать которые хищному зверю не так-то просто. В суровые зимы можно наблюдать поднимающийся из вершины хатки дымок, повисающий над ней в виде легкого облачка. В старых обжитых крепостях встречаются передние смежные комнаты и разные другие помещения. Однако жилая камера неизменно расположена в 20 сантиметрах над уровнем воды. Бобровые хатки, как я уже сказал, практически для большинства хищников недоступны. И даже если медведь вздумает, навалившись всей тяжестью сверху, проникнуть внутрь, то прежде чем он это успеет проделать, все обитатели хатки уже ускользнут через подводные коридоры и исчезнут под водой. Бобры не впадают в зимнюю спячку, хотя в холодное время года и делаются довольно вялыми. И тем не менее, их можно неделями не видеть на поверхности. Даже тогда, когда на улице минус 15 градусов, температура воздуха в жилой комнате держится всегда несколько выше нуля. Когда реки замерзают, бобры добираются до своих складов с провиантом, проплывая подо льдом. При этом они зачастую не пользуются лунками для дыхания, потому что реки и озера замерзают поначалу только у берегов. Потом уже, по ходу зимы, в реках уровень воды несколько опускается, и между водой и льдом образуется некоторое пространство. Причем в середине реки лед опускается ниже, а у берегов, поддерживаемый корнями деревьев и землей, он выше. Так что под ним оказываются прекрасные, защищенные со всех сторон воздушные ниши для бобров. А кроме того, бобры отличные ныряльщики. В старых природоведческих книжках можно еще прочесть, что они способны оставаться под водой до двух минут. Однако в феврале 1939 года Рудольфу Бернту на Эльбе удалось зафиксировать десять минут, а здесь, в Графской, в опытном бассейне, бобр заныривал даже на целых пятнадцать минут. Бобры никогда не засоряют своими экскрементами жилых помещений, а выделяют их только в воду. Для своих детенышей они устраивают мягкие постели из тонко наструганных опилок. Во время паводка бобрам в их крепостях ничего особенного не угрожает, в худшем случае им приходится временно перебраться в свои запасные жилища. А вот обмеление реки или озера представляет для бобров большую опасность. Когда вода уходит, открываются входы в их крепости. Кроме того, засыхают и портятся их плавучие продовольственные запасы. Для того, чтобы поддерживать постоянный уровень воды, бобры строят свои плотины, которые образуют искусственные водохранилища. В этих водоемах они чувствуют себя в безопасности и по ним транспортируют свой корм к складам. Для постройки плотин бобры сначала втыкают в дно ручья вертикально поставленные ветви и стволы, укрепляя и придавливая их камнями, илом и тростником. Часто они используют для этой цели и упавшее поперек реки дерево, обкладывая его постепенно со всех сторон строительным материалом. Чем выше поднимается уровень подпруженной воды, и чем она больше наполняет русло ручья или реки, тем выше приходится бобрам наращивать плотину и удлинять ее в сторону более пологого берега. Самая длинная плотина в Воронежской области находится возле моряники. Протяженность ее 120 метров, высота 1 метр и ширина от 60 до 100 сантиметров. на горных ручьях у подножия скалистых гор в Канаде плотины достигают высоты 3 метров. А самая мощная плотина построена бобрами на реке Джефферсон в штате Монтана в Соединенных Штатах Америки. По ней можно пройти целых 700 метров. Такие огромные плотины поддерживаются в течение десятков, а может быть даже сотни лет многими поколениями бобров. Разумеется, только в тех случаях, если в окрестностях растет достаточно корма. В Колорадо известна плотина, построенная еще 70 лет тому назад. Со временем на таких плотинах вырастают деревья и кустарники. Они становятся все крепче и шире. По ним совершенно спокойно может проехать даже всадник. На то, чтобы построить плотину длиной в 10 метров, у семьи бобров уходит примерно одна неделя. Если течение очень сильное, бобры выше по реке воздвигают множество мелких дополнительных дамб, типа волнорезов, чтобы не прорвало основную плотину. Они зорк следят за сохранностью плотины, и стоит только где-нибудь начать просачиваться в воде, как усердные гидростроители в первую же ночь примутся лихорадочно латать поломку. Работают они настолько старательно и поспешно, что в Америке вошло в поговорку всякую лихорадочную деятельность сравнивать с работой бобров. Работать как бобры. Различные подвиды бобров строят разные по внешнему виду плотины. Более того, вид плотины зачастую зависит от окружающей ее местности. Некто мистер Халл, проживающий возле Денвера, никак не мог добиться того, чтобы воздвигнутая им искусственная запруда не пропускала воду. И, несмотря на все старания инженеров, которых он то и дело привлекал к этой работе, плотина все вновь и вновь давала течь. Но после того, как там поселилась пара бобров, зверьки всего за несколько дней полностью починили и укрепили запруду. У них прямо какая-то необъяснимая страсть запруживать воду. Так в зоопарках бобры, как правило, ведут непримиримую борьбу с администрацией, всячески затыкая и заделывая стоки для воды в своих искусственных бассейнах. Эти стоки прямо не дают покоя зверькам. Чтобы поймать бобра траппером в Америке, бывало достаточно проткнуть дыру в плотине и установить возле нее в воде капкан. Но иногда и сами бобры при наводнениях проделывают бреши в своих плотинах, чтобы дать стечь воде. на одной из речек, впадающей в озеро Мичиган, бобры использовали маленький уже заброшенный железнодорожный мост в качестве опоры для своей плотины. Они плотно законопатили двухметровую арку проема моста и запрудили воду. В Канаде бобровые плотины имеют часто у основания от четырех до шести метров, а у гребня от одного до двух метров. Случалось, что за ночь бобры затопляли какую-нибудь улицу или отрезок железнодорожного полотна, устроив небольшое искусственное водохранилище. И хотя такую бобровую плотину, нетрудно тут же проломить, тем не менее избавиться от воды не так просто, потому что начинается упорная борьба между человеком и бобром, и не прекратится она до тех пор, пока животных не отловит и не переселит куда-нибудь в другое место. В горах же бобры выступают на ролях искусных землеустроителей. Преграждая бурные горные потоки, бобровые плотины препятствуют занесению песком и галькой пастбищи пашин, расположенных у подножий гор. Благодаря запрудам вода только очень медленно стекает в долины, а искусственно созданные водохранилища бобров вскоре заселяются форелью и другими видами рыб, а также водоплавающей птицей. 60 миллионов бобров, обитавших некогда в Соединенных Штатах Америки, устройством своих бесчисленных маленьких водохранилищ дамб значительно снижали паводки. То же самое происходило и в Древней Германии тысячу или две тысячи лет тому назад. Теперь люди стараются добиться того же самого путем устройства запрут и гидростанций в горах. Если сбросить со счета получаемую при этом энергию, то на сегодняшний день тратят миллиарды и миллиарды для того, чтобы искусственно восстановить необходимое для судоходства и водоснабжения городов равновесие в природе, бездумно разрушенные тем, что из него изъяли одну совсем маленькую, но очень важную деталь. А теперь задумайтесь, так ли уж необходимо были бобровые шляпы и стоили ли они того, во что это сейчас оборачивается. Когда вам в зоопарке хочется увидеть бобров, это редко удается. Еще реже удается, чтобы они в неволе приносили потомство. Да это и неудивительно, учитывая их более чем необычный образ жизни и способ питания. С другой стороны, их и на воле не так-то легко наблюдать, потому что работают они в основном по ночам, а молодняк свой прячут в норах. Таким образом, в книжках, изданных отнюдь не только в Средневековье, то и дело появлялись самые фантастические сообщения о жизни и поведении бобров. Так утверждалось, что преследуемые охотниками бобр выкусывают у себя железу с бобровой струей, бросая ее в качестве выкупа под ноги преследователям, чтобы спасти свою жизнь. Даже в последнем многотомном издании Брэма «Жизнь животных», которое, правда, с 1914 года не переиздавалось, можно прочесть, что детеныши бобра появляются на свет слепыми и голыми. В том, что это не так легко можно убедиться здесь, в Графской, каждой весной. С 1933 года тут функционирует бобровая ферма, состоящая из расположенных в ряд вольер, построенных на берегу высохшей протоки, сразу же позади монастыря. Русло обводняется искусственно. Зацементированные канальцы, заходящие на пару метров под воду, ведут со стороны берега в отдельный дубовый домик. Каждый такой домик изнутри обит жестью и перекрыт еще второй островерхой крышей, так что внутри его можно хорошо утеплить соломой. Такие искусственные бобровые крепости при желании можно сверху приоткрыть и посмотреть, что делается внутри. Именно так удалось узнать, что спят бобры преимущественно на спине, сложив лапы на животе, да при том еще и нередко храпят во сне. На этой ферме содержится в среднем 100 бобров, причем от 12 до 15 пар производителей. Уход за ними возложен на 5 сотрудников фермы и женщину ветеринарного врача. В Воронежском заповеднике построен новый комплекс зданий лабораторий, музея, административных помещений и гостиниц. В Графской имеются не только темные воронежские бобры, но и норвежские, монгольские, привезенные сюда с рек Булган и с Енисея, уральский бобр с реки Кондо на Северном Урале, а также канадский бобр из штатов Висконсин и Аризона. Долгое время думали, что канадские бобры не скрещиваются с европейскими и азиатскими и не дают с ними потомства, пока финский зоолог Лаури Сиивонен не сообщил, что привезенные для акклиматизации в Финляндию канадские бобры прекрасно скрещиваются с местными европейскими и хорошо размножаются. Точно также были получены гибриды между воронежским и уральским бобром, воронежским и норвежским. Однако бобров, которых расселяют в другие области Советского Союза для акклиматизации, берут не из этой фермы. Их отлавливают в годовалом возрасте в естественных условиях заповедника и отсылают на новое место жительства, вдев им предварительно в ухо алюминиевую метку. Помимо бобров здесь обитает еще и выхухоль, которая сродни крота. Эти веретенообразные формы животные, покрытые похожим на плющ мехом, прекрасные пловцы и ныряльщики. Выхухоли достигают в длину примерно четверти метра и обладают в придачу семнадцати сантиметровым сжатым с боков хвостом, который служит им рулем во время плавания. Ушные раковины у них отсутствуют, вместо глаз малюсенькие бисеринки, но зато нос их вытянут в расширяющиеся наподобие трубы хобот и чрезвычайно подвижен. Ближайшие родичи выхухоли обитают на перенеях. Выхухоли тоже роют свои убежища в отвесных берегах с входом скрытым под поверхностью воды. Следовательно, они представляют собой нечто вроде малюсеньких бобров с той лишь разницей, что питаются они водными насекомыми, рыбой, пиявками и улитками. Поскольку выхухоли тоже являются ценными пушными зверями, уже 600 штук из них перевезены отсюда в различные части Советского Союза. Русская выхухоль распространена только в СССР, в бассейнах Волги, Дона, в среднем течении Урала, в верховьях Днепра. Акклиматизировано в Томской и Новосибирской областях. Повсеместно запрещена к добыче и особо охраняется в четырех заповедниках и более десяти заказниках. Общая численность около 30 тысяч голов. Наблюдая за бобрами на ферме люди к немалому с моему удивлению заметили, что спариваются эти животные исключительно только в воде. Для этой цели самец поворачивается на спину и подплывает снизу под самку. По всей видимости бобры придерживаются единобрачья. Когда после 105-107 дней беременности у самки в норе появляются детеныши, самцу приходится на длительное время освобождать помещение. Вместе с ним выселяется из квартиры и прошлогодний молодняк. Бобрята, вопреки утверждению Брэма, появляются на свет уже зрячими и покрытыми шерстью. Правда, глаза у них в течение первых двух дней бывают полузакрыты и затянуты вязкой слизью. У них уже явно обозначаются резцы. Материнское молоко бобрята сосут около двух месяцев и растут буквально на глазах. В первые дни они прибавляют ежедневно почти по 8% от своего веса, а с 25-го по 35-й день по 4%. Достигнув же двухмесячного возраста, они прибавляют уже только по 1% ежедневно. Когда малыши сосут молоко, самка подгибает свой хвост и заботливо подкладывает его под детенышей, так, чтобы они сидели на теплой его подкладке. Бобровые детвора рано научаются плавать и нырять. И точно так же, как и другие звериные, да и человеческие детеныши, проявляют при этом большую неосторожность. Если на берегу появляется наблюдатель, да к тому же еще издает клич, похожий на Бобровой, их разбирает неудержимое любопытство, и они стараются подплыть поближе, чтобы разглядеть, что там происходит. Матери тогда приходится заталкивать их носом назад и вклиниваться между ними и посетителем. Старые бобры в подобных случаях обычно ударяют своим хвостом лопатой плашмя по воде, заныривают и мгновенно исчезают из поля зрения. Если бобровые детки слишком долго болтаются на улице или становятся дерзкими и непослушными, мамаша хватает их лапами поперек туловища и насильственно затаскивает в дом. Что бобриха несет своего детеныша буквально на руках, легче всего наблюдать на суше. Раньше этому никто не хотел верить, но директор старого гамбургского зоопарка Болон описывал случаи, как бобриха несла своего детеныша на высоко поднятых передних лапах, вытянувшись во весь рост и передвигаясь при этом на задних ногах. Подтверждение такой необыкновенной транспортировки детенышей было получено полстолетия спустя и в Цюрихском зоопарке, где такое поведение самки бобра удалось снять на фото и кинопленку. В этом зоопарке пара бобров несколько лет подряд приносила и выращивала потомство. По случаю можно увидеть, как бобрята едут, усевшись на хвосте своей мамаши. Когда в Воронежском заповеднике вскрывали норы бобров, разумеется, перекрыв предварительно все выходы сетью, то, как правило, заставали в них три поколения животных. Потому что молодняку прошлого года рождения разрешается оставаться с родителями до появления на свет нового помета. Тогда они на некоторое время вместе с отцом бывают вынуждены покинуть свой дом, но имеют право в него вернуться и там перезимовать. Однако, как только следующей весной появляется новый приплод, им приходится покидать своих родителей и родительский кров навсегда. Если они не соглашаются сделать это добровольно, их просто прогоняют, выталкивая и кусая. К осени, следовательно, в возрасте двух с половиной лет, молодежь становится половозрелой, а на следующую весну у молодых бобров появляются уже собственные детеныши. Детенышей у бобров бывают от одного до шести, в большинстве же случаев от двух до четырех. Молодые бобры отправляются на поиски новых мест для жилья вверх и вниз по реке, удаляясь нередко на двадцать, а то и двадцать пять километров от отчего дома, и там справляют новоселье. В поисках подходящих для постройки дома мест бобры способны преодолевать и значительное расстояние по суше. Так, одного бобра, выпущенного в Северной Америке спустя четыре месяца, нашли в горах. На расстоянии тридцати километров от места выпуска. Продолжительность жизни бобра составляет приблизительно от десяти до пятнадцати лет. В Воронеже одному бобру удалось дожить до двадцати трех лет, а в одном зоопарке бобр прожил якобы даже целых тридцать лет. Совесть американцев начала пробуждаться к началу нашего века. Как раз вовремя, пока они еще не успели окончательно истребить всех своих бобров. Поспешно были изданы не только законы об их охране, но и начаты работы по расселению в тех местах, откуда бобры безвозвратно исчезли. Так, девять бобров, выпущенных в 1906 году в штате Нью-Йорк размножились столь успешно, что к 1924 году число их потомков было уже столь велико, что задобытые меха удалось выручить миллион долларов. В Норвегии запрет на добычу бобров был объявлен в 1899 году. На сегодняшний день их там от 12 до 14 тысяч, и норвежских бобров успешно переселяют в Финляндию и Швецию. То, что они совсем самостоятельно способны завоевывать новые территории, было установлено охотничьим управлением штата Мэн. Бобры заселили небольшой остров, расположенный в 19 километрах от суши, для чего им пришлось проплыть это расстояние по морю. Не успели бобры в Канаде прийти в себя от жестокого преследования, как грянула Первая мировая война, и охота на них снова была разрешена. Началась настоящая бойня. В 1924 году было добыто и продано 169 172 бобровые шкурки. Причем велся неразумный рациональный отстрел, проводимый специалистами-охотниками. Нет, это снова были те же джентльмены удачи, без разбора и учета, на будущее времена начисто разорявшие и уничтожавшие бобровые колонии. Против такого жестокого и безрассудного массового разбоя резко выступил тогда индейский писатель Вэшек Вонесин «Серая сова». Во всех своих многочисленных статьях, публичных выступлениях и книгах он взывал к сознательности и совести канадцев. Сам он, как и многие другие, из охотника превратился в защитника животных, главным образом после того, как стал свидетелем такой душераздирающей сцены. В капкане оказалась самка-бобра. Громко крича от боли, она пыталась стряхнуть капкан, намертво вонзившийся в одну из ее передних лап. Другой лапой она судорожно прижимала к себе детеныша, который безмятежно продолжал сосать молоко. Очень осторожно я высвободил лапу несчастной самки из-за подни, но она была перерублена пополам и повисла безжизненной тряпкой. Тогда я точным ударом острого томогавка отрубил безжизненную часть, а самка, не сделавшая ни малейшей попытки укусить меня от боли, приникла к луже, хлиставшей из раны крови, и, видимо, мучимая адской жаждой, принялась жадно ее лакать. Потом она медленно потащилась к озеру, однако с полдороги вернулась за своим детенышем, а тот глупыш, заинтересовавшись шнурками моих макосин, не сразу согласился следовать за матерью. Мой спутник одобрил то, как я поступил, несмотря на потерю ценной шкуры. Вид беспомощного несмышленыша смягчил его сердце. Меня этот случай тоже заставил крепко призадуматься и сыграл немалую роль в последующем моем решении бросить бобровую охоту навсегда. После той запомнившейся мне сцены я спас жизнь не одному бобровому детенышу, тем, что шел по следам весенних охотников, подбирая осиротевших малюток, которых затем в течение года держал у себя в доме. Дольше держать их было невозможно, потому что, подрастая, они начинали совершенно варварски обращаться с моей домашней утварью. Из дальнейшего повествования Вонны Сина можно увидеть, что, живя в человеческом жилище, бобры способны натворить бог знает что. Когда мы переступили порог моего домика, нашим глазам предстала картина, надолго врезавшаяся в память. Казалось, что по помещению прошел ураган. Стол был опрокинут, и все, что на нем лежало, исчезло. Одно окошко было разбито, и в нем торчал длинный толстый кол, а под другим еще целым лежал аккуратно уложенный штабель дров. Разбросанный на составные детали рукомойник нашелся после долгих поисков на нарах в постели, притом аккуратно прикрытый простыней. Одеяло и подушки из постели были изъяты, и вместе с другими предметами домашней утвари, такими как горшки, тазы, макосины и тому подобное, оказались нагроможденными в виде баррикады перед печкой. Всячески извиняясь перед моими гостями, которых я привел с собой, я старался мысленно оценить причиненный мне ущерб, однако ничего существенного не пострадало, ничего не произошло такого, что могло бы угрожать моей жизни и благополучию. А ведь я уходил совсем ненадолго, просто решил совершить маленькую прогулку, но мягкая теплая погода заманила меня подальше и заставила отсутствовать несколько дольше, чем я собирался. Приятные запахи весны донеслись, видимо, и до моих бобров и воодушевили их на столь активные действия. За неимением ничего лучшего, они, словно ошалев, кинулись строить из моего скромного домашнего имущества плотину. Теперь они были несколько смущены происшедшим и сочли разумным не показываться. По-видимому, приход моих друзей заставил их побыстрее убраться в свое убежище. Но спустя некоторое время они все же осмелели и появились. Я их, как положено, представил гостям, а они, деловито собрав с гостей привычные подарки, яблоки и шоколад, исчезли, словно маленькие лесные гномы. Индейскому писателю Вонна-Сину и другим друзьям природы удалось завоевать сердца канадцев для бобров. На обширных территориях Канады охота на бобров для белых была полностью запрещена и разрешена только индейцам. Тропы трапперов возле реки Святого Лаврентия и теперь были закреплены за отдельными индейскими охотниками, согласившимися продавать шкурки государству. Так в 1960 году в провинции Квебек было добыто 30 тысяч бобровых шкурок, каждая стоимостью в 30 долларов. В 1961 году охота на бобров впервые была снова разрешена белым траппером, после чего было добыто 33 тысячи 400 шкурок. Каждому отдельному трапперу разрешалось отловить не более 20 бобров, причем без стрельбы. На шкурах необходимо было ставить государственное клеймо, и продавать их можно было только специально уполномоченным государством торговцем пушнины. В американском штате Айдахо по существующим ныне правилам каждый траппер обязан десятую часть добытых им бобров сдать живьем. Ими затем заселяют местности, в которых эти животные прежде были начисто истреблены. На труднодоступные лесные поляны и озера в горах их доставляют на самолетах и спускают туда в клетках, привязанных к парашютам, сбрасывая с высоты от 150 до 300 метров. Туго натянутые постромки парашюта придерживают задвижку от дверцы, но как только клетка коснется земли, постромки ослабнут, срабатывает спиральная пружина, и дверца сама собой открывается. Иногда для этой цели нанимают и небольшие дирижабли. Когда осенний враг бобров человек выбывает из игры, то заселение рек и озер этими трудолюбивыми маленькими гидростроителями ничто уже не помешает, и оно происходит достаточно быстро и интенсивно. Ведь в конце концов большинство их прежних врагов, таких как волки, рыси, росомахи и медведи, тоже давно истреблены или стали чрезвычайно редкими. На сегодняшний день считают, что бобр в Северной Америке вновь завоевал свой прежний ареал, но уже отнюдь не столь многочислен там, как раньше. Полагают, что в Соединенных Штатах обитает около 250 тысяч бобров, а в Канаде полтора миллиона. В Европе тоже усердно стараются возвратить бобру права гражданства. Так в Финляндии в 30-х годах выпустили канадских и норвежских бобров. В 1958 году, там впервые после 90-летнего перерыва, можно было разрешить отстрел 400-500 бобров. В Польше бобры сейчас живут в районе лесничества Олива, родом они из Советского Союза. В Швейцарию завезли бобров из Франции, отловленных на Роне. И в 1959 году они там уже принесли первое потомство. Должен признаться, что за всю свою жизнь я ни разу не видел, не слышал и не читал столько о бобрах, как в те дни в Графской. Из Воронежского заповедника в Москву я прибыл почти что законченным специалистом по бобрам, но должен сказать, что они такие интересные создания, эти коричневые, шустрые и старательные трудяги, которые уже за много тысячелетий до нас изобрели плотины, дамбы и занимались гидростроительством, что не приходится жалеть ни об одном из часов, потраченных на знакомство с ними. Глава шестая. Альбиносы, кто они такие? А есть ли на самом деле белые мышь? Альбиносы у всех видов диких животных. Люди альбиносы. Белый слон проездом из Таиланда в Данию. Вот мы тут поспорили между собой. Четверо из нас отрицают существование белых мышей в природе, а мы двое утверждаем, белые мыши есть. И мы просим вас, дорогой доктор Гржимик, решить наш спор. Пожалуйста, ответьте нам, существуют ли в естественных условиях белые мыши? Подобного рода вопросы о белых мышах преследуют меня почему-то всю жизнь. Первый раз я подумал, что тут какой-то розыгрыш. Ведь вообще известно, что белых мышей разводят десятками тысяч. Во всех лабораториях и институтах имеются специальные помещения для белых мышей и крыс. Их заражают страшными и отвратительными болезнями, оперируют, проверяют, сколько времени они способны просуществовать, получая плохо перевариваемую организмом пищу. И все для того, чтобы помочь больным людям или заболевшему домашнему скоту. Можно их купить и в зоомагазинах. Юные натуралисты, не достигшие, как правило, восьмилетнего возраста, обычно любят пугать ими своих мам. И тем не менее, есть, по-видимому, люди, уверенные, что белые мыши не что иное, как измышление горячечного бреда наравне с зелеными чертиками. А на самом деле их не бывает. Вот только недавно я вновь получил запрос, на сей раз из Шлезвиг Гольштейна. Но я теперь уже давно ничему не удивляюсь. Спрашивающие меня люди сомневаются, видимо, в том, существуют ли белые мыши в дикой природе без вмешательства селекционеров. Просто потому, что они никогда и нигде их не встречали. Но в то время, как первого голубого волнистого попугайчика мы, европейцы, увидели впервые в 1882 году белые мышки, бегающие вокруг наших жилищ, вошли в историю человечества гораздо раньше. Ведь китайские жрецы уже много тысячелетий тому назад использовали их для своих предсказаний. Поэтому китайские правители приказывали своим летописцам аккуратно вносить в летопись страны каждый отдельный случай поимки подобной зверюшки, считая его значительным событием. Таким образом, теперь документально подтверждено, что с 307 по 1641 год мышей альбиносов в Китае удалось изловить всего лишь 30 раз. Белые животные отнюдь не такое уж редкое явление. Среди домашних животных тем более, но и среди диких тоже. Поскольку белизна бросается в глаза, их редко можно не заметить. Если полистать природоведческие книжки, то можно узнать, что альбиносы зарегистрированы и среди кенгуру, и среди землероек, а также кротов, причем 3%, летучих мышей, зайцев, диких кроликов, леммингов, сурков, леопардов, тигров, пум, ягуаров, куниц, выдр, енотов, тюленей, диких кабанов, кафорских буйволов, верблюдов, ланей, водяных козлов, обезьян, гепардов, зебр, кобр, форелей и других рыб. В 1938 году в Восточной Африке впервые обнаружили белого жирафа, которого даже удалось снять, а недавно еще одного в Уганде, затем в Гарамбо парке в республике Заир, и один почти белый самец жирафа живет в Северной Кении, южнее Цаво парка. Суеверные браконьеры, к счастью, боязливо обходят его стороной. Белых бурах медведей, которые, разумеется, сильно отличаются по своей конструкции от белых полярных медведей, хотя и очень редко, но все же видели. Встречаются беляки и среди ворон, воронов, черных дроздов, воробьев, ласточек, и вообще среди большинства видов птиц. А поскольку белая окраска, как правило, передается по наследству, то для селекционера не составляет труда скрестить двух альбиносов и вывести таким способом новую расу белых животных. Так белых ланей можно увидеть сплошь и рядом. В парке Клампенборг возле Копенгагена долгое время обитало столько же белых благородных оленей, сколько бурых. Если только захотеть, то в некоторых местностях путем направленного отстрела бурых ланей можно было бы разводить только одних белых или одних только черных. Чисто белых беломордах бубалов вид африканских антилоп обычно рыжей масть можно видеть на многих фермах в Южной Африке. По сравнению с обычными у них пониженная сопротивляемость к погодным явлениям. Зачастую они получают солнечные ожоги, особенно на ушах, а зрение со временем настолько слабеет, что животные почти слепнут. Поэтому именно на них чаще всего нападают собаки и гонят прямиком на заграждение из колючей проволоки. Эдвард Халстром из Сиднейского зоопарка разводит на своей частной ферме стадо белых кенгуру, которых выменивает в разных зоопарках мира на других редких животных. Прежде считалось, что среди львов, в отличие от других крупных кошачьих альбиносов, не встречается. Пока в 1961 году туристам, разъезжавшим по Крюгеровскому национальному парку, не удалось сфотографировать белую львицу. А один индийский магараджа много лет занимался разведением белых тигров. Не так давно он продал таких белых тигров некоторым американским зоопарком, а также в Бристольский, в Англию. У таких тигров характерные для вида черные полоски, начертанные не на золотисто-желтом, а на белом фоне. Поэтому у зоологов не считается особым событием, если кто-то сообщает о появлении нового альбиноса. Гораздо удивительнее в этом смысле было бы обнаружить вид животных, у которого никогда не встречаются альбиносы. В Дарвиновском музее в Москве имеется специальная коллекция альбиносов. Там можно полюбоваться на чучело снежно-белых глухарей и тетеревов, беркутов, орланов-белохвостов, воронов, сов, соколов, лис, волков, рысей, леопардов, тигров, короче, буквально на большинство известных нам видов только в белом издании. Ведь и среди нас самих тоже нередко встречаются альбиносы. У всех рас, начиная с белокожих скандинавов и кончая черными, как эбеновое дерево негритянскими племенами, время от времени появляются отдельные индивидуумы, кожа которых начисто лишена пигмента. У таких людей и внутренние органы тоже лишены пигмента. Ведь природная окраска человеческой кожи крымовато-белая, присутствие же желтого красящего пигмента придает ей желтоватый оттенок. Наличие черного пигмента делает кожу темной. Состоит он из мельчайших крупиц меланина, которые сами по себе не черные, а скорее сепии или бурые, но в больших массах полностью поглощают цвет и производят впечатление черного. К этому прибавляется еще красный цвет крови, курсирующий по мельчайшим кровеносным сосудам кожи и придающий ей розоватый оттенок. И вот если смешивать белую, желтую, красную и черную краски в разных пропорциях, то можно получить любой желаемый цвет человеческой кожи, белый, желтый, красноватый или черный. У человеческих альбиносов черный пигмент начисто отсутствует, а желтый присутствует лишь в самых незначительных количествах. Красноватый цвет крови, просвечивающий сквозь такую кожу, придает ей слегка розоватый оттенок. А поскольку красящий пигмент, у таких людей отсутствует, разумеется, и в радужной оболочке глаза, точно так же, как мы это знаем у красноглазых белых кроликов и мышей, то глаза у людей альбиносов тоже красные. Светопроницаемость таких глаз резко повышена, и поэтому альбиносы обычно щурятся или держат веки полузакрытыми. Из-за постоянного прищуривания вокруг глаз у альбиносов вскоре образуется сеть резких морщинок, придающих им совершенно особый, характерный для этих людей вид. Считается, что у нас, европейцев, на 10 тысяч встречается один альбинос. А вот у сан-блазских индейцев из Центральной Америки альбинизм распространен в 70 раз больше. при входе в Африканский национальный парк Серенгети долгое время в качестве контролера входных билетов работал негр альбинос, то есть человек с белым цветом кожи, но по всему остальному типичный африканец. Портрет этого контролера африканца помещен в моей книге «Они принадлежат всем». Книга переведена на русский язык и издана издательством «Мысль» в 1965 году. Разумеется же, альбиносы, в особенности лысые, очень чувствительны к солнцу и легко могут получить солнечные ожоги и тепловые удары. Встречается альбинизм и у всех культурных растений, но подобные зародыши очень скоро отмирают, потому что в них отсутствует хлорофилл, зеленый пигмент листа, без которого невозможен обмен веществ, да и сама жизнь растения. Густав Дитрих, работавший прежде служителем во франкфуртском зоопарке, но затем переехавший в Бангкок, столицу Таиланда, некоторое время спустя решил нас снова навестить и приехал на пару недель во Франкфурт. На обратном пути он заехал в Рангун, столицу Бирмы, где посетил Рангунский зоопарк, с директором которого, господином Кьявом Тхейном, у нас давние дружественные отношения. Леопардиха Маузи, к примеру, произведший у нас в зоопарке на свет уже более тридцати детенышей, подарок Рангунского зоопарка, а многие франкфуртские зоопарковские животные отправились жить в Бирму. Гитрих прислал мне оттуда письмо с приветом от директора зоопарка, в которое вложил несколько снимков молодого белого слона, живущего сейчас в Рангуне, и написал следующее. Здешний зоопарк безмерно гордится своим белым слоном, хотя он не столько белый, сколько целиком розовый и с белыми глазами. В отличие от белых слонов у нас там, в Таиланде это животное здесь вызывает форменную сенсацию. В Таиланде при дворе есть специалисты по этим вопросам, способные точно определить все признаки настоящего слона альбиноса, которых обязательно привлекают, при каждой новой поимке белого слона. У такого слона обязательно должны быть белые ногти, красные глаза и целый ряд других признаков. В общей сложности насчитывается 12 различных степеней альбинизма у слонов. Я широко демонстрировал в Бангкоке фотографию бирманского белого слона и понял, что ничего подобного здесь ни разу не видели. Казалось бы, что после всего вышеизложенного, подтверждающего, что альбиносы нам известны у всех буквально видов животных, да и у людей, белый слон не может представить чего-то особенно необычного и волнующего. Но на фотографии, присланные мне Дитрихом, слоненок сияет такой ослепительной белизной на темном фоне большого серого слона, что у меня невольно закрались сомнения. Я не мог безоговорочно поверить в его реальное существование. Ведь уже в жизни животных Брэма можно прочесть о том, что в Сиаме, в теперешнем Таиланде, белые особи разных видов животных ценятся очень высоко, что белые слоны там считаются священными, а король носит титул Господина над белыми слонами. Но, несмотря на все старания и усилия, лишь крайне редко удается изловить более или менее светлый экземпляр, а по-настоящему белым слоном там, по-видимому, еще никто ни разу не обладал. Когда Бог в 1881 году был в Бангкоке, ему показывали двух слонов, окрашенных светлее остальных и имеющих к тому же на ушах светлые пятна. Однако разница в окраске была едва уловимой. Но как раз в это время где-то на севере страны поймали слона якобы и на самом деле белого. Его должны были привести к королю. В назначенный день весь город был охвачен праздничным возбуждением. Всем не терпелось посмотреть на это новоявленное чудо. пишет Бог, которому довелось присутствовать при торжественной выгрузке с корабля этого священного животного. Меня следовало бы заподозрить в дальтонизме, если бы я стал утверждать, что животное это было белым. Нет, белым его никак не назовешь, но тем не менее это был настоящий доподлинный альбинос. Все тело его было бледновато-розовым, с коричневым налетом, а на спине росло несколько белых жестких щетинок. Радужная оболочка его глаз, окраска которой служит верным признаком альбинизма, была бледно-желтого цвета. Выглядел он очень мирным. Правда, карнак вел его на веревке, а не восседал на нем верхом. Полная отрешенность и уравновешенность слона составляли резкий контраст по отношению к царящему вокруг всеобщему возбуждению. Так что нет сомнения, что белые слоны все же иногда встречаются. Редко, но встречаются. Правда, авторитетные лица прошлого столетия утверждают, что белеть подобным слонам немножко помогали при помощи тщательного мытья, отбеливания, а то и просто белой краски. Как легко таким способом обмануть даже критически настроенных людей, я знаю по собственному опыту. Однажды, по-моему, это было в 1947 или 1948 году, наш франкфуртский зоопарк решил устроить первоапрельскую шутку для прессы и публики. С этой целью мы накануне ночью обрызгали нашу крупную азиатскую слониху из распылителя по белкой. После этого наша добрая старая симла стала действительно такой ослепительно белой, что в Таиланде ее непременно бы приняли за олицетворение Будды собственной персоной. А за несколько дней до 1 апреля мы поместили в газетах маленькую заметочку о том, что белый слон, который из Таиланда отправлен в Копенгагенский зоопарк, проведет день или два транзитом во Франкфурте, где и будет выставлен для обозрения. Смеха ради мы взимали еще пару грошей доплаты к входным билетам с тех, кто желал посетить в эти дни слоновник и полюбоваться на чудо-животное. Но мы не предусмотрели, как далеко может зайти наша шутка. Уже с самого раннего утра в зоопарк заявились американские фоторепортеры, которые принялись снимать белого слона со всех сторон. Оказывается, они приняли все это дело за чистую монету. Радио оповестило всех о небывалом проезжем гости. И ночью меня поднял с постели звонок из одного американского пресс-агентства, которое желало знать, что же на самом деле происходит. Все скандинавские газеты широковещательно сообщали о скором сенсационном прибытии из Бирмы чудо-слона. И только один директор Копенгагенского зоопарка ничего не знал о свалившемся на него счастье. Вскоре последовал и тревожный звонок издания. Какой слон? Откуда? Не без труда мне удалось тогда всем объяснить, что это была всего лишь первоапрельская шутка, которая так взбудоражила пол-Европы. Подробнее об этом и о многих других смешных и грустных зоопарковских историях я рассказал в своей книге «Двадцать животных и один человек». Поэтому и только поэтому я проявил поначалу такое недоверие к снимкам, присланным из рангуна, на которых был изображен такой блистательно белый слоник. Но тот-то слоник и на самом деле оказался настоящим альбиносом. наше причин первый esf или environ